здравствуйте друзья у нас снова в гостях кости верона путешественники любители экзотики экстрима и мы обещали что они нам расскажут про поездку на загадочный остров папуа добрый день или вечер не знаю поскольку вы смотрите передачу привет саша вот да мы прошлый раз бегом проскакали значит остров я вы и форес лучше ерунда чем мы два с половиной месяца там ездили записали за полтора часа так нечестно это самое и да постарались побольше времени оставить для папуа вот ну во первых да мы говорили уже что все что мы думали про этот остров оказалось на самом деле не так прям уж все-все-все-все очень много моментов вот сейчас мы будем потихонечку все рассказывать город остров контрастов да ну во первых все мы столкнулись перед поездкой когда мы готовились у нас верона главнокомандующая во всех поездках она готовит программу все бронирует пропачивает там это и так далее тому подобное полный отсутствие информации вообще причем в русском интернете ее в принципе нет в английском какие-то обрывки причем часто противоречащие друг другу например про эти банкоматы да в одном месте написано что их нету вообще в принципе на остров другом месте что нет они есть мы заходим карту банкоматов они есть поселке то есть как бы такие вот примеры а вот потом описание маршрутов нас порадовало мы посмеялись а потом поняли почему так пишут значит читаем что с деревни такой-то пешком можно дойти до деревни такой-то за какое количество времени а если вы спортивный европеец неделю бегом семь дней б если вы обычный европеец две недели значит с если вы папуаз два дня мы такие чего две недели два дня да ну не может быть учетом на вертолетах летают типа такого не бывает потом убедились что такое бывает вот и вот мы собрались во первых одна из причин почему мы ехали на папу да потому что папуаз это наши предки вот смотри папу мы читаем как папа асы это как наши боги и не русские асы это же казаки основали заселили папуазию правильно протоказаки до протоказаки да но на самом деле меня навели вот на папу а книги джаред даймонд мне очень нравится писатель ружья микробы сталь да это вот прям книга которая мне много открыла именно вот в плане развития цивилизации почему где-то развиваются они где-то они на уровне каменного века как в поплав папу до сих пор да например он начинает ты говорил что кое-где их его критикуют ну конечно там даймонд надо относиться да как версия это как бы интересно читать безусловно интересно всем кто собирается советую прощать обязательно эту книгу у него сейчас вышло несколько новых там чему мы можем научиться у папуазов что-то коллапс очень хорошая книга да ну вот собственно я читал 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 много лет эти книги все по кругу много раз и решил что надо ехать мы собрались поехали ну вообще вот так в народе в там в русском народе это как бы нарицательное название какого-то такого прямо дикаря до который вот только из леса вышел да 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 ну естественно раздетый дикий есть какая-то песня что папуазы снега не видели никогда там да еще остальное вот значит вы делись никто не сейчас расскажем а вот верона собственно у нас организовывал маршрут расскажи веронт как там я немножечко о географии вообще что такое папа папа это индонезийская часть острова новая гвинея новая гвинея это второй по величине остров в мире после гренландии и на острове на всем проживает порядка там что девяти с половиной миллионов человек одна часть острова принадлежит как бы там государство риск как государство папа новая гвинея и а вторая часть это индонезийская сторона папа новая гвинея там них они получаются под англии у них параллела английская и папа которую индонезийцы разделили там тоже на несколько частей принадлежит индонезия вообще в папуа находится одна из семи вершин один из ну то есть одна из самых высоких точек сам на планете земля в океане гора 4900 кажется на метров и там есть снег всегда круглый год вот сейчас когда мы там были там снег тоже был и папуаз и снег видели по крайней мере которые живут вокруг этой горы миф рухнул дальше почему мы именно в индонезийскую часть поехали мы поехали в индонезийскую часть потому что про нее меньше всего пишут она меньше всего изучена и как бы первую часть нашего маршрута вообще как бы она очень большая погоди то есть получается что вторая часть она по-прежнему под англией да по-прежнему то есть это уже она номинально то есть как австралия она что же по-прежнему вроде как кангли имеет какое-то отношение она называется это короче входит содружество наций но глава государства все еще британская королева у них там есть свой парламент у них как бы все там свой премьер-министр но королева все-таки то есть мы выбрали индонезийскую часть и мы начали свое путешествие с района который называется балем потому что нам показалось то есть мы вычитали что это в принципе самый последний такой вот населенный пункт какой-то который открыли в 1938 году его случайно открыли добрались европейцы пролетали на самолете мимо и увидели туда в центре острова долина и туда попали европейцы последнюю очередь и до сих пор туда нет вообще никаких дорог там есть только авиасообщение то есть она можно только на самолете прилететь по-другому никак и начали мы значит путешествие опять же через джакарту мы летели то есть если мы летим диспетер например сколько это стоит и как мы летим мы летим точно так же опять вот мы смотрели москва джакарта там 30 тысяч рублей туда-обратно примерно из джакарты мы летим в город джайапура это одна из один из крупнейших городов в папуа мы туда добираемся город достаточно большой там мы встретили современных классов ну можно уже можно рассказать да мы прилетели вот джайпуру во первых как бы непривычно да что ты выходишь из самолета папуа съездят на джипах вот в городе есть два хорлея на них пас ездит стоимость хорлея ты представляешь себе да примерно вот папуасы сидят чилл аут лаунч кафе с айпедами с макбуками папуасы бизнесмены то есть более того с вероной в оксфорде учился папуас вот то есть но он там а веронка что он отличался медленным очень мышлением но тем не менее он учился в оксфорде вот то есть это о чем говорит что люди голова устроен людей одинаково нету какой-то нации изначально заведомо отсталой тупой да с другой стороны чтобы сидеть в кафе с айфоном много ума не надо вот это у них образование есть у них есть бизнес они зарабатывают деньги да то есть как бы обычные нормальные люди никто вот но конечно когда ты путешествуешь по азии потом выходишь самолет а там вокруг люди которые выглядят как африканцы на сто процентов это необычно то есть вроде ты в азии ну как бы у тебя иногда склад ощущение что в африке то есть внешне они выглядят на твой взгляд вот как негритосы как негры ну ноги и вот судя по фото все таки для нет для меня для непрофессионала я думаю что если меня закинуть на какую-то территорию африки я увижу очень много похожих на папуасов людей то есть они черной кожи у них огромные губы громадные такие вот ноздри кучерявые волосы вот я понимаю что по каким-то чертам профессионал может их отличить но я например не всегда смог они по идее более массивные они были очень разные во вторых они да они должны быть весьма разнообразно очень недавно буквально читал исследования генетики папуасов которые проводилась там несколько сотен их этих геномов и там было показано что во первых горные очень сильно отличаются от низинных то есть они разошлись давно они же давно очень отделились от австралийцев они достаточно давно горные изолированы от азии а вот у равнинных есть примесь азиатская заметная и различия между некоторыми группами этих самых папуасов соизмеримы с различием между европейцами и жителями востока азии ну то есть совершенно то есть они генетически они весьма разнообразные неоднородные и это только на наш взгляд они там на одно лицо мы общались и наблюдали за всем этим то есть есть очень маленькие худые прям щупленького телосложения метр шестьдесят ростом есть там здоровые мужики с очень развитой мускулатурой тип лица у них очень нравится я хочу сказать что они от африканцев генетически тоже очень сильно отличаются я понимаю вот и мы-то знаем что они туда пришли как минимум 40 тысяч лет назад на папуа а возможно и раньше поэтому у них было время там независимую эволюцию про подготовку мы не сказали пару слов еще значит во первых а малярия да все спрашивают что с малярией мы почитали литературу ими болячками мы почитали литературу пришли к такому выводу значит она сейчас лечится лечится легко если обратиться в течение там трех суток то есть там буквально пару уколов и у тебя все прошло я сам два раза болел малярии в лаосе когда ты заболел то есть я вышел из джунглей в госпиталь метам пару дней капельницу прокололи чем-то я выздоровел и теперь у меня на эти два вида малярии пожизненный иммунитет и этими видами больше не заболел всего 19 видов вот и мы решили то и прививок от нее нету вообще мы решили что мы купим хорошую страховку которая включает эвакуацию на вертолете и если вдруг что-то случится мы просто оттуда дёрнем на вертолете и все но не пригодилось то есть как бы все нормально но в данный момент на папуа люди умирают от малярии то есть это реально существует и мы вот ночевали там одну из ночей у папуаса дома у которого от малярии умерла дочь но опять же почему она умерла скорее всего статистика именно так получается пополняется да она заболела до ближайшего госпиталя идти пешком два дня они там типа ну пойдем послезавтра там на огородах этот картоха растет то пропадет надо урожай собирать потом через неделю еще через неделю и когда они принесли ее уже последний день естественно уже было поздно лечить она умерла вот когда мы приехали в этот городок как он назывался джайяпура джайяпура да мы обязаны были по закону поехать в полицию написать там заявление что мы такие-то такие-то просим впустить нас папуасом если нас там что-то случится сидят образно говоря мы не имеем никаких претензий к правительству там дается прямо официальное разрешение такого размера бумажка клеятся фотографии делаются ксерокопии паспортов это все оформляется в полиции без этой бумажки туда проникать внутрь острова нельзя вот мы все оформили она делается бесплатно но когда мы спросили полицейский хао матч они сказали ну сколько хотите мы там немножко дали значит следующий момент впервые в жизни мы попали в такую ситуацию мы сидим вот она вот то есть этот официальное разрешение видишь фотографии росписи все должно быть ее проверяет вот мы сидим значит каком-то торговом центре обедаем и вдруг стуле начинает вот так болтать чем довольно сильно я понимаю что это землетрясение никогда в жизни попадал смотрю на реакцию местных местные что-то между собой поговорили посмеялись и дальше едят я думаю ну значит не надо убегать наверное потом смотрим новости да действительно был толчок что-то 6 баллов кажется вот вот для них это обыденная ситуация постоянно вот ну и оформили мы документы подготовились вылетели а нет мы пошли гулять вокруг этого городка кататься и просто там на берегу стояла деревушка мы в нее зашли посмотреть что там происходит там попас все молились они все христиане причем они очень сильных христианин мы подошли вот они сидят молятся мы подошли посмотреть как они молятся там сидят еще дальше домик попас и на улице семьей обедают они стали звать к себе то есть руками делать там типа жесты при подходите мы подошли вот они прямо на берегу океана, очень красиво сидят. Вот это таз красный, видишь? Вот это блюдо, про которое я очень много раз читал, это называется попеда. Говорит как клей. Есть племена, у которых 90% рациона составляет только эта попеда, больше ничего. Ты слышал про племя караваи, вот они в основном едят эту попеду. То есть, если ты туда поедешь, посмотри, как она выглядит. Ну, как клей. Значит, что за попеда? И на вкус, наверное. Есть саговая пальма, её рубят, значит, разрубают ствол вдоль, у неё сердцевина. Сердцевину толкут, сушат, проваривают. Сушат, а потом её разбавляют водой, либо холодной, либо врачей. И настаивают. Получается на вкус мы пробовали вот эту штуку, не побоялись. Если сварить кисель, только туда не добавлять ароматизаторы, сахар и вообще ничего. Вот просто желатин, а потом чтобы он прокис. Вот такой вкус. И они эту попеду наворачивают, там просто вот так вот с двух рук дети там просто... То есть, у них вот в тазу, наверное, килограмм 5-6 типа опеды. Вот видишь, как они выглядят? Девочку вот включи. То есть, ну как бы на непрофессиональный взгляд отличить их от африканцев довольно тяжело. Вот. Вот мы погуляли, погуляли там, на следующий день мы вылетели. Во-первых, в здании аэропорта мы встретили мужчину с очень интересным главным убором. Вот он. Вот. Значит, вот он прям вот так вот ехал. Перьями. Да, причём не просто перья, у него прям огромный такой головной убор серьёзный. Есть он в амулетах, с ним вот таких бородатых дяденек было человек 15. Очень серьёзный дядя. Мы спросили, а кто это? Нам сказали, это вождь. Мы спросили, можно сфотаться? Можно. Сфотались. Значит, нас удивили, в самолёте с нами летели папуасы в дублёнках. Мы когда садили в самолёт, было где-то плюс 40. Вот, мужик идёт в дублёнке, в тёплых зимних шапках, я не помню, рукавицы были или нет, но в свитерах, в каких-то толстовках, шерстяных. Вообще, как сейчас у нас тут ходят. Вот как сейчас, вот именно так. То есть, люди в зимней одежде летят в самолёте. Полный Боинг, мы летим, половина Боинга в зимней одежде. Мы с Вероной смеялись над ними. Потом мы поняли, что мы зря смеялись. Недолго, да. Значит, приземляется самолёт, это долина, там городок Вомена, ну как городок, по нашим меркам посёлок у него население 7000 человек, там 3 на 3 улицы. Городок очень странный. А, во-первых, приземляется самолёт, открывается дверь, я выходил первый, первое, что мы видим, это разбившийся Боинг с отворными двигателями. То есть, я спрашиваю, что случилось? Разбился. Давно? Нет, недавно. Типа много людей погибло, никто не погиб, всё нормально, была аварийная посадка, но мы не знаем, может быть, кто-то погиб, просто об этом же не будут говорить. Вот. И город очень странный. Представь город, в котором всё привозное полностью. Вот, например, вода, да, чтобы попить воды, это вода с Явы на корабле полула сначала в город Джайпура, а потом на самолёте летела в город Вомена. Дорог туда нет, не существует. У них нету ни колодцев, нету. У них нету своего источника воды. То есть, каждый день приземляется несколько бойнков с водой, с бензином, с едой, там, со стройматериалами. Сейчас расскажем, как они живут. Со стройматериалами, то есть, все дома, которые построены в городе, это всё привезли на самолёте. Цемент, кирпич, там, раствор, не знаю, арматуру, шифер, стёкла, окна. Мы в гостинице жили, от ванны потерялась затычка, я тёте говорю, типа, мы не можем ванну принять, найдите затычку. Она говорит, мне надо лететь на самолёте, вон, Джайпуру, или на Яву, там покупать в магазине, лететь обратно. Если оплачешь, давай, я типа, сейчас вылетаю. То есть, всё очень дорого. Всё очень дорого, как бы цены, ну, если брать российский, например, можно умножить на 3. Вот мы примерно получим цены, которые там, у папуасов. Расскажи, как это, то есть, город очень странный, он какой-то неестественный, его не должно быть. За счёт чего там живут люди, мы не смогли узнать. Мы у многих спрашивали, промышленности нет, производства нет, там два рынка, несколько магазинчиков, пару школ, больницы, и всё. Расскажи, как этот город появился вообще? А город появился в 38-м году, голландцы, то есть, это была территория в 1938-м году, голландцы пролетали на самолёте, то есть, папа была под Голландией достаточно долго, они увидели, что в долине кто-то живёт, и им показалось это интересным, потому что они считали, что они уже всех нашли, со всеми пообщались, они, значит, приземлились, и, собственно, первый контакт с белыми людьми у папуасов именно в этой части был в 1938-м году, они оказались очень дружелюбными по сравнению там со многими другими, и примерно с 40-х годов, опять же, с 1940-х годов, голландцы начали летать туда с миссиями, то есть, миссионеры, массово обращать папуасов в христианство, а конкретно протестантство у них. они заставляли папуасов сжигать своих идолов, они запрещали им пользоваться услугами шаманов, построили им церкви первые, за все церкви, конечно же, платили сами папуасы, платили чем-то платили. Свиньями, я думаю, скорее всего. Чем они сейчас платят, сейчас мы расскажем. Поначалу они как-то пытались частично какими-то вспышками, потом миссионеров становилось все больше, им понравилось, потому что эта часть папы действительно очень легко приняли вот эту религию новую, и для миссионеров построили город, специально для них построили аэропорт, чтобы им было удобно, и впоследствии вот этот город Вамина, он как бы появился посередине вот этой вот долины, чтобы можно было там устраивать рынок какой-то, чтобы люди с разных концов могли там собираться, и в принципе больше ничего мы в городе не нашли. В городе очень много церквей, они там, не знаю, через каждые, наверное, 300 метров. Может, они на дотации каких-то вот этих лет и существуют? огромный крест. Нет? Нет. За счет чего устроят церкви, сейчас мы расскажем дальше, мы это все видели своими глазами. Посередине города, то есть город небогатый, люди живут очень небогато, посередине города стоит огромный крест высотой, наверное, с 10-этажный дом, на который уходят там миллионы долларов. Фото, да, покажем попозже. Попозже. Вот, и вот, собственно, мы начали искать, гостиницу мы не бронировали, решили посмотреть, начали искать гостиницу, промотать чуть повыше. На входе в гостиницу сидел вот такой мужичок, вот, полностью голый. И с этой самой штукой. С тыквой на пенисе, да. Значит, у него вот этот вот козырёк, это перья казуара, то есть, он от солнца защищает, и считается, что это статусная такая штука. Естественно, мы подумали, что это какой-то мужик разделся и туристов на деньги как бы разводит, хотя вокруг туристов были только мы. Не было никаких туристов. А он просто так живёт. Вот. И он сидел там, он, естественно, встал, стал нам предлагать какие-то каменные топорики, браслетики, амулетики. Нет, это мы дальше в горах купили. Вот. Мы такие, ну, что за развод, блин, прям сразу самолёты начинают. А вот, потом я смотрю, мы ничего не стали покупать, он сел, и я смотрю, он шьёт какую-то сумку костяной иглой. Я думаю, интересно. Всё-таки, может быть, не совсем развод. Но мы отнеслись как бы с недоверием вот к первым таким. Мы их назвали голые. Потом мы их очень много встречали. Оказалось, это всё правда, они реально существуют. Просто он с деревни пришёл подработать, попытка продать там какие-то сумочки, сувениры, топорики, всё остальное. Вот. Значит, дальше. Мы прилетели днём, днём там было плюс 16, а к ночи там стало плюс 8. И мы пошли, купили себе зимнюю одежду полностью всю, и перестали смеяться над мужиками в дублёнках. Потом уже, я вспоминаю, когда мы готовились, мы с Вероной обсуждали часами, как мы будем в духоте и на жаре спать в палатках. Типа душно, надо как-то обмахиваться, потому что всю ночь будешь лежать, мокрый от пота, будет дыхотище, как мы будем дышать. Вот. А почему в нашем сознании папуа – это жара? Как бы тропические широты. Во-первых, тропические широты, во-вторых, я думаю, что потому что все фото и видео, которые мы видели с папуасами, они везде голые. Они голые, потому что не смогли изобрести ткацкого станка и какого-то материала, чтобы делать себе одежду. Только поэтому они ходят голые. Вот. Они просто очень закалённые. Покажи, где мы возле моста встретили этого. Всё. Вот. Вот мы уже, будучи в зимней одежде. Плюс 8, а он вот такой. В куртках, в пуховках, да, мы едем на мотоцикле уже за городом, мост, из-под моста выходит мужик с дровами на плече, с мачете, полностью голый совсем дедушка. Мы начинаем с ним фотографироваться, там спрашиваем, а ему не холодно? А там были ребята, подъехали, которые говорят по-английски папуасы образованные. Они говорят, нет, он так ходит, это традиционно, типа папуас, вот ему нормально. Он полностью голый, плюс 8. То есть мы стоим, трясёмся, вот видно, что я даже посинел немножко от холода. Причём у него жира-то особо нету, чтобы в этом грею. Да, они в старости, они очень скудно питаются, они в старости усыхают, прям становятся как мумии. Значит, тыква на члене у него и обязательно крестик. То есть христиане вообще все, все правильные. Вот, и вот они вот эти вот, мы потом, то есть молодёжь вся ходит уже в одежде, причём многие в тёплой одежде. Вот, но вот старше 50, большинство они ходят, это традиционные, то есть они ходят голые, они считают, что работать, идти в город нельзя, надо заниматься сельднотуральным хозяйством, надо жить вот как, жили предки. Вот, и принимать совместный образ жизни они не хотят. Потом мы уже в горах гуляли, мы много встречали таких, и я помню моменты, когда идёшь, трясёшься от холода, действительно, потому что холодно, и он такой выходит, а из кустов откуда-нибудь, без ничего, даже без трусов, и нормально себя совершенно чувствует, то есть это дело привычки. Так, про голых рассказали, значит, что у нас дальше? Мы вселились в гостиницу, хозяйка гостиницы была индонезийка, азиатка, да, получается, значит, мы вселились, что-то с ней стали разговаривать, и она христианка, как и все там, вот, и она говорит, а вы типа там, как у вас с Иисусом Христом? Мы такие, да никак, мы атеисты. Она там, о господи, я буду за вас молиться, ребятки, как же так? Каждый раз, когда она нас потом видела там, я помолюсь за вас, я за вас молюсь, ребята, не переживайте, все будет хорошо, вы познаете Христа. Вот, оказалось, что у нее вот как раз, до чего гостиницы, туда селятся миссионеры из США, и они там, значит, попуасов на эту тему прорабатывают. этот город вообще, он создан как миссионерский. Он создан как миссионерский, да. Чем еще примечательен город? Там раз в году, первые выходные августа, проходит фестиваль, вот, кстати, может быть, тебе будет интересно туда поехать, со всех окружающих гор, причем люди идут неделями, вот, неделю, две недели идут пешком, приходят представители разных племен, и у них устраивают, типа, как музыкальный военный смотр, то есть, они показывают, они поют свою национальные песни, танцуют танцы, играют на инструментах, и показывают военные вот эти вот, но это не театральные постановки, потому что, демонстрации. они на самом деле, у них есть военные танцы, которые они танцевали перед войной, какие-то угрожающие, там, где они машут копьями, там, стреляют из звуков, они все это показывают. Вот, в эти выходные очень большой наплыв туристов со всего мира, и надо очень сильно заранее бронировать все отели, перелеты, и все-все остальное, потому что, иначе там просто негде будет жить, и не на чем туда прилететь. Там семь самолетов в день, семь рейсов, вот они забиты все на две недели, за две недели заранее, когда этот фестиваль проходит. Вот, и в принципе, если ты хочешь просто посмотреть, как выглядят папуасы, вот эти вот традиционные, да, то этого фестиваля достаточно. Можно полететь, там потусить, посмотреть, пофотать и улететь. Но, чтобы понять образ жизни именно, надо, конечно, гулять по горам, вот как мы две недели гуляли, вот, что-то уже начинаешь понимать, как они живут на самом деле. Вот, и вот мы поселились у этой, значит, фанатички, взяли на прокат мотоцикл, ездили по округе, в принципе, уже в черте поселка, чуть-чуть на окраине, люди живут в традиционных домиках, вот, которые имеют круглые основания, деревянные и покрыты соломой. Все ходят одеты, но ведут натуральное хозяйство, разводят свиней, все работают в огородах, ни фабрик, ни заводов, ничего вообще нет. не совсем. Вот, мы покатались, там, значит, есть такие деревни, нам не очень такое нравится, приезжаешь, они все одеты, и они подходят, там, типа, 200 тысяч, но это 200 тысяч, это сколько, 20 где-то, 15, допустим, долларов, этих самых, рупий, да, 15 долларов, вот одна из таких деревень, они быстро сбегаются, ты говоришь, окей, они разбегаются по хижинам, раздеваются, выбегают голые уже там, ооо, мы там папуасы, вот, за деньги они могут станцевать какие-то танцы, там, пострелять для тебя из лука, но нас интересовало, собственно, что у них такая сохранилась традиция, если мужик был какой-то знаменитый воин, там, легендарный, всех убивал, побеждал, его не хоронят, потому что у него очень сильный дух, дух будет охранять дом и племя, его коптят на костре, но, насколько я понимаю, они перед смертью сильно высыхают, вот как тот мужичок, который мы показывали до этого, у него жира практически не остается, и мускулатура тоже, и вот его пару недель коптят на костре, он становится таким, нам сказали, что этой мумии 380 лет, но не факт, мы не знаем. Я сомневаюсь. В самом деле, да, но тем не менее, то есть папуас по одежде отличить невозможно, потому что они сейчас так же ходят без ничего, сколько ему лет, непонятно. Это может быть 20 век, запросто. Где хранят, вот у них вот эти хижины круглые, мы в них ночевали, каждую ночь, у них есть типа как чердак такой, тоски вверху лежат, вот они туда наверх ставят, и он там этот прапрапрадедушка, он там сидит сверху, типа дом охраняет. То есть мумификация, как в Египте получается, только без каких-либо, получается мозг даже внутри остается, и внутренности все остаются, он почему-то не пропадает. То есть как бы это немножко странно. Потому что они всё-таки вынимают. Важность там, важность космическая. Ну вот у этого мы спрашивали, он сказал, что всё внутри, но на самом деле мы не знаем опять же, правду он сказал или нет, непонятно. Ну и поездили мы по округе, вот про то, что всё оказалось не так, как мы думали. Во-первых, там оказалось холодно. Во-вторых, мы были уверены, что там какие-то густейшие тропические джунгли, там пальмы, всё заплетено лианами, совершенно другое. Вот так выглядит лес у них. То есть он очень густой, много травы, много кустов, но это не джунгли, я не знаю, как это правильно называется. Это лес именно. То есть очень красиво, много папоротников, много мха, но как бы больше похоже на какую-то среднюю полосу или даже может быть Скандинавию. И вот мы такой замечательный имели опыт, включая то видео. Ехали-ехали, остановились сфотаться на дороге, там было красиво, услышали пение. Пошли по джунглям, ну или по лесу, не знаю, как правильно называть. И вот вышли мы, включи звук. Песень. Разложение на голоса у них очень интересное. Да, многоголосы. Вот, папуасы копают. Яш. А как тут-то не прыгнет. А как тут-то не прыгнет. А как тут-то не успел. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я думаю, что которые в горах живут, там, в лесу, картошку копают, им всё равно. У нас есть ещё одно предположение, что вполне возможно, это отчасти связано с религией. То есть, папуасы все сейчас христиане. Очень сильно христиане. Очень сильно христиане, они каждое воскресенье ходят в церковь, поют, они носят крестики. А индонезийцы туда, которые переезжают, это как бы программа переселения населения именно с острова Ява. Остров Ява, мусульмане, практически там все. Они... Остров перенаселён, собственно, правительство им предлагает переехать, как бы, на Папу и там обосноваться. Вполне возможно, что какие-то волнения начались ещё из-за вот этой вот разницы, потому что индонезийцы, как только пришли, скажем так, к власти, до этого не было зафиксировано каких-то там восстаний, пока была Голландия. То есть, они были очень мирные. Пока была Голландия, вроде как никто не восставал. Либо мы не нашли об этом информации никакой. Они заставили сразу же Папуасу всех одеться. Они сбрасывали с самолёта одежду. С самолёта сбрасывали одежду. Они сбрасывали листовки о том, что неприлично, некрасиво вообще ходить раздетыми, голыми, что нужно одеваться как можно больше всего на себя. Возможно, когда-то это было отчасти связано с религией. Сейчас, я думаю, что, в принципе, уже, наверное, не все Папуасы знают, почему они именно борются за независимость. Просто уже как бы так. Просто они борются, потому что любят Боб Марли. А Боб Марли любит их. Так, давайте ещё момент такой. В Папуа официально полностью запрещен алкоголь. Потому что у Папуасов несовместимость с алкоголем. За попытку продажи алкоголя, говорят, на 6 лет сажают. Не знаю, правда, нет. Мы за всё время, сколько мы там были, встретили двух пьяных Папуасов. Они оба были неуменяемы вообще совсем. То есть, не за что там подвыпившие, а просто там... Они только мычали. И всё. Я верю, что, да, действительно, видимо, алкоголь их нейтрализует. И мы видели наркоманов там. В посёлке мужик азиат, то есть, индонезий, достал большую банку клея «Момент». И подошли Папуасы, он и в пакете каждому там по столько отлил за какую-то денежку. Они стояли прям там, нюхали. Толпочек 20, наверное. Но опять же... Что-то именно однозначно. Может, он и был нужен по хозяйству? Нет, мы потом спросили. Хозяйственные все такие страны. Мы потом спросили, да. То есть, это действительно наркоманы, но их очень мало. То есть, вот тот случай, он как бы единственный в этом посёлке. А там в горах никто этим не занимается вообще, потому что у них клея нет. Вот. И по поводу... Что делать дальше? Вот мы покатались, покатались, всё посмотрели. Надо двигаться в горы. Это какая-то показушная деревня. Вот не показушная. Да, нам нужны не показушные. Когда мы вышли с самолёта, к нам подбежала толпа мужиков, которые говорили на английском, папуасы. Дали свои визитки, номера, сказали, мы гиды, мы вас везде отвезём, всё покажем. Значит, мы им стали звонить, встречаться с ними где-то в кафешках, обсуждать, что как, что сколько стоит, что берём с собой, какие условия. Значит, оказалось, что воды в нашем понимании чистой там нету. Вот. Поэтому на всё время надо воду нести с собой. Если учесть, что мы пьём там в день 5 литров, когда мы ходим, да. То есть, это надо только воды там 50 литров, например, брать. А еды там нету нормальной для нас. Поэтому мы вот еду всё берём с собой. А поэтому нам нужны, кроме гида, нам нужно 4 носильщика. Но так как они тоже едят и пьют, для них нужно ещё 2 носильщика. Поэтому мы оплачиваем 7 человек. Значит, за 2 дня погулять, да, 2 дня, 2 ночи. Или 3 дня, 2 ночи. 3 дня, 2 ночи. 3 дня, 2 ночи погулять. Нам насчитали 5 тысяч долларов. И мы спросили... А? А, 2 тысячи. А если мы спросили, слушай, а если нам понравится, мы захотим ещё на пару дней остаться, тогда 5. Вот. И мы такие, ну как бы мы деньги с собой брали, думаем, блин, что-то не то, не может такого быть. И мы поехали в школу, пришли в школу, ну там, в Амине. Спросили, где у вас учителя английского языка. Нам показали папуаса, его звали Джон. Есть его фотка, кстати, нет? Очень колоритный. Его звали Джон. Он, значит, работает, я про него говорил в предыдущей серии, он работает 3 дня в неделю, неполный рабочий день, получает 600 долларов зарплату, по выходным преподает слово Божье детишкам. Он сказал, ребята, делаем так. А по водным чего? В школе. В школе там же преподает, и на выходных им же преподает. Какой предмет-то? Английский. А, английский. Значит, он сильно верующий, как и все папуасы, и по линии церкви он когда-то был в Америке, в США жил полтора года. Поэтому он вменяемо говорит по-английски. Сам-то он совершенно нормальный товарищ. Вот. И он говорит, ребята, значит, воду пьём из ручёв, ну, если папуасы пьют, мы тоже можем, правильно? Спорный вопрос. Едим то, что они едят. С собой не берём ничего. Тоже спорный вопрос. Нормально? Мы такие, нормально. Он попросил, а вот он, да. Очень позитивный товарищ, да. Значит, он... Сразу видно, что слово Божье несёт. Очень модный. Вот, очень модный. Они, папуасы, вообще все одевают очень, покупают очень яркую. Там ярко-зелёное, салатовое, жёлтое, там красное, ярко-розовое, фиолетовое, синее. То есть, вот чем ярче есть одежда, тем для них лучше. Они вот такую любят. Вот. И он попросил с нас, значит, 500 тысяч в день. Это 40 долларов примерно, да? Да. 40 долларов, ну, плюс еда. Значит, он сказал, для него бесплатно. Мы будем платить, где попросят. Если попросят, то есть, ночевать мы будем там же, в деревнях. Если попросят, то попросят 150 тысяч, да? Это сколько, можешь посчитать? По 120 тысяч. А, 120 тысяч, да. Сейчас я почитаю. Ну, в общем, это немного. Немного совсем, да. А, значит, и мы подумали что-то денёк и выдвинулись. Вот, значит, выдвинулись. И выехали там на какое-то расстояние, дорога кончилась, дальше пешком. Идём, идём, идём пешком. Там час, второй, третий, четвёртый. Идти довольно тяжело, потому что там вообще нету, как бы, равнинных переходов. Там или ты идёшь под таким наклоном вверх, или под таким же вниз. Вот, только два режима есть. Там, где ты идёшь ровно, таких мест практически не было. И вот тут мы действительно уже стали осознавать, что, как бы, это вот, в нашем понимании, папуасы там бегают по полянам, нюхают цветочки. Это, на самом деле, довольно тяжёлая жизнь. Причём, очень густо населена вот вся местность горная. Везде деревни. Такого, что ты идёшь час и не встретил людей, не может быть. То есть, ты постоянно встречаешь людей, кто-то идёт вперёд, кто-то идёт назад, везде хижины, свиньи, собаки. И мы, значит, идём, он говорит, смотрите, вот это школа. Вот, мы посмотрели на школу, идём дальше. Спустя часа три мы встречаем девочку, ей лет семь, а может шесть. Она идёт куда-то с портфелем. Мы спрашиваем, куда идёт девочка? В школу. А в какую? А вот, которую мы там проходили вот тогда, помните? Мы такие, что? А мы умираем, идём там с этими рюкзаками. Просто реально с непривычки очень тяжело. Кстати, если в папу кто-то собирается, я советую побегать пару месяцев перед этим. Потому что с непривычки под наклоном, под большим вверх, очень тяжело ходить. Вот. И он нам рассказал, что все дети в папу ходят вот так вот в школу. Там три часа туда, три часа обратно. Их родители отвозят в школу, так как везти далеко. Ну, в смысле, не на машине, а пешком везти, да? Их поэтому отводят один раз. Первого сентября. В первом классе. Их приводят в школу. Говорят, сынок, вот эта школа, ты запомнил дорогу? Он говорит, да. Всё. Теперь каждый день в восемь ты должен быть тут. Вот чтобы в восемь перейти туда, им нужно вставать в пять. Вот. Как он за временем следит? Вот это мы не знаем. Как бы, потому что часы были не у всех и не везде. Более того, не все далеко заканчивают школу, я думаю, по этой причине тоже. Вот, например, который вот этот Джон нас водил, да, везде. Он закончил школу, он закончил универ и был в Америке. Сейчас работает преподом. А его сестра доучилась там что-то класса до третьего и бросила. Ну, видимо, устала ходить, не захотела. Вот, значит, что у нас? Так, из школы вы проходили, а, допустим, помимо школ, какая инфраструктура в этих горах? Это чисто аграрное общество. Значит, полное отсутствие медицины какой-либо вообще. То есть, если ты заболел, у тебя там аппендицит, зуб заболел, простыл ты, я не знаю, малярия. Есть только один способ выздороветь, это идти пешком в омену. Если ты не можешь пешком идти, ну, не знаю, потому что там есть много мест, где человека нести. Ну, то есть, тропинки под очень крутым подъемом, там надо с помощью рук залазить, и как бы, ну, нести человека там очень сложно. Я думаю, что просто люди умирают такие. Вот, поэтому по классу все очень сильные. То есть, медицины нету. Мы заходили в одну деревеньку, уже которая была довольно далеко, мы несколько дней шли. Пришел дедушка, говорит, у меня, я разодрал ногу, нога не заживает. Показал у него раны на ноге, у вас нет никаких лекарств. Ровно запасливая, она достала, у нас было с собой две аптечки, она достала йод, помазала ему йодом, он там покричал, попросил ему отлить йода. Мы нашли пузырек, отлили йода, он прямо вот там такой, чудо, ушел куда-то. Часа через два, видимо, пошел слух, что приехали какие-то белые доктора. С йодом. Приходит мужик, говорит, я типа часто, у меня затруднено дыхание, я задыхаюсь, дайте мне лекарство. Видимо, аспа. От астмы. Мы там, извините, у нас нет, мы не врачи. Он ушел, посидел, посидел, ушел. Другой приходит, говорит, у меня жена не может забеременеть, дайте таблетку какую-нибудь. Мы там типа, у нас нет таких таблеток. Ну, у вас же какие-то есть, дайте мне любую. Мы не можем это, извините. Вот, то есть, медицины нету, а школы очень редко. То есть, вот, допустим, одна школа, там вокруг 5-6 деревень, они вот учатся в этой школе, многим идти очень далеко. Электричества нету. Но почти у всех деревнях есть солнечные батареи. И во многих деревнях мы видели мобильные телефоны. Правда, что, чтобы позвонить, надо, допустим, залезть вот на ту гору. Идти два часа. Или там три часа туда, три часа обратно. Вообще, за вот всё время нашего похода по горам, мы вышли всего на две точки, где, в принципе, ловил хотя бы какой-то сигнал. То есть, мы так и не поняли, зачем им телефоны. Мы видели, как они на телефонах показывают просто друг другу фотографии. Как насчёт вот страшилок про каннибализм и прочие прелести? Это есть, причём, ну, возможно, что уже нету, но действительно есть племена каннибалы, папа, но не в той части, где мы были. Это наше следующее... Вот ты с нами туда поедешь, в следующее место. Там есть... Туда меня хотите взять? Да, расскажи про них. Эти люди, они действительно занимались тем, что ели других людей. Но ели, скорее всего, не из-за того, что им кушать хотелось. А как это правильно называется-то? Военные... Это ритуальные, да. Как бы ритуальный такой приём. То есть, это не потому, что они убирают с голоду. Там разные племена, они между собой воевали, и нужно было, значит, кого-то убить, его съесть. Это охотники за головами, что называется, в буквальном смысле. Да, и причём они действительно черепа не оставляли, у них там была резьба по черепу. Эти черепа они использовали и как подушки, и просто там выкладывали возле дома. И даже есть такое поверье, мы не знаем, опять же, правда это или нет, что каждый мужчина взрослый оставался без имени до тех пор, пока не убьёт кого-то, не спросит его имя перед этим. Это реальная тема. Ну вот это племя реально существует, там вроде как перестали уже есть, но они хуже всех приняли христианство, они сохранили больше всех старых традиций, поэтому вот хотели бы туда поехать теперь. И они последний раз, они действительно очень тяжело принимали это христианство, и в знак протеста они скушали священника и 12 его каких-то помощников. Учеников. В конце 70-х, что-то в 78-м году. Это зафиксированный последний случай. И вообще, именно в той части, это Каравай называется, вот это вот племя, да, в той части как раз и пропал сын Рокфеллера, который туда отправился с экспедиции, его не нашли, за ним там посылали, искали, их не нашли вообще никого. Так что там теперь маленький Рокфеллер где-то. Да, их определённо кто-то съел, но неизвестно, их съели люди или крокодилы там, потому что водятся самые большие, да? Гребнистые крокодилы, да. Очень большие крокодилы. Вот. Значит, дальше. Во время первого прихода мы обратили внимание, что мы действительно с ними очень разные, с папуасами, потому что мы шли, мы, допустим, выпили 2 литра воды, наш товарищ нисколько вообще. Мы спрашиваем, ты пить не хочешь? Он говорит, нет. Он идёт тоже с рюкзаком, там одеяло, вещи какие-то. Потом что-то мы шли-шли, мы идём, вот я в футболке, в джинсах, мокрый насквозь, потому что очень жарко. Днём, там где-то, наверное, до 40, в 3 часа дня начинает резко холодать, то, что тучи находят на горы, где-то плюс 16, ночью до 8. И вот он такой идёт-идёт, нам очень жарко, мы садимся посидеть. Верона такая, он на двое штанов одет. Я смотрю, у него из-под одних штанов другие. Я спрашиваю, Джон, это что, на двое штанов? Он говорит, да, мы такие, а зачем? Он говорит, так ночью же будет холодно. Мы там, а тебе не жарко? Нет. Нет, и он сидит, он реально неплотный совсем, то есть он не потеет. Потом мы ночью одевали всю одежду, то есть пуховки, шапки, под себя пару одеял, просили там у местных одеялов. Это вы где ночевали-то? В домиках у них. В Сусанах. Сейчас покажем. Сверху два одеяла, и всю ночь тряслись, потому что холодно, очень сыро, всё отсыревшее, одеяло отсыревшее. У него спрашивают, ты где спал? А я там на травке прилёг, как бы, не холодно? Нет, нормально. Вот, то есть они действительно за вот эти все тысячелетия, они приспособились идеально для горного климата, у них другой обмен веществ и теплообмен. А вот потом такой момент, они не завтракают вообще. То есть они просыпаются, они не едят. Мы там каждое утро, Джон, завтрак, он такой, какой завтрак у нас? Типа нет завтрака, вообще нет такого понятия. Нам приходилось, то есть если к ужину, например, у них уже был кипяток, мы могли что-то приготовить, нам приходилось там рубить дрова, значит, разжигать костёр, кипятить воду и что-то там пытаться сделать, кофе какое-то. Потом, значит, они не всегда обедают, то есть бывает, что обедают, бывает нет. И они вот ужинают, но питаются довольно скудно. За всё время, пока мы там были, мы, значит, что мы ели? Мы ели, то есть ужинали у них дома, да, мы жили у них дома, ужинали у них дома. Это сладкий картофель. Потом есть какие-то клубни вот такие белые, внутри они прям белые, как бумага совсем такие, похожи на какой-то крахмал по вкусу. Как называется, мы так и не смогли понять. У зажиточных, причём интересно, что семьи, где много жён, они зажиточные всегда. У зажиточных мы купили риску. Потому что каждая жена – это рабочие руки на голову. Да, рабочая сила, да. У зажиточных мы купили в одном месте только за две недели, мы купили риса, поели там варёного. Нам показалось, это просто вообще всё-таки волшебное. А мяса там вообще никак? Мяса вообще никак совсем, мы интересовались везде, где мы, с кем мы общались, встречались, ночевали, вот где, мы всем задавали два вопроса. Первый – какая у тебя любимая еда? Все говорили сладкий картофель, вообще все, всегда. А что ты вообще ешь? Сладкий картофель? Да, причём как выглядит ужин папуаса? Значит, отваривается вот такая сладкая картошка, от неё там треть тебе, треть ей, треть мне. Поели и спать, всё. Вот такой ужин. Завтра то же самое. И через три дня ты уже как бы думаешь, блин, а я помню, мы шли и говорим, я за Кока-Колу отдам 100 долларов, реально, за баночку. Потому что хоть какого-то хочется разнообразия, они никогда другого не видели, им нормально. Вот, и второй вопрос мы задавали вообще всем, поголовно. Значит, сколько раз в этом году ты ел мясо? На него ответить не смог никто. Причём выглядело это очень странно, потому что мы спрашивали Джона, спроси вот его про мясо. Они разговаривают 15 минут, Джон говорит, ну, он ел. Мы там сколько раз? Он ел. То есть, насколько я понимаю, этот вопрос звучит примерно как у нас, а какая у тебя зарплата, или там, сколько у тебя денег отложено, сколько ты зарабатываешь. То есть, это уже вопрос статуса. Сколько раз в этом году ты отмечал свой день рождения? Да, то есть, это вопрос статуса, и как бы они уже не очень удобно об этом спрашивать. Может быть, я вообще их не спрашивала, о чём-то другом с ними говорил. И никто не ответил вообще. Значит, везде полно свиней. Все разводят толпы свиней, бегают в каждой деревне. Музыкальный свин. О, пойдём. Но свиней это статусный, как бы статусная вещь, то есть, это не еда. Совершенно. Если у тебя много свиней, ты крутой, уважаемый мужик. У тебя будет много жён. За тебя любой крестьянин, там, сосед отдаст свою дочь. Ты не можешь жениться, если у тебя нет свиней. Чтобы жениться, ты должен отдать родителям девушки от трёх до восьми свиней. Потом, значит, раз в пять лет, они вот этих свиней растят, растят, растят. Раз в пять лет проходит у них в долине, там, в каждой долинке маленькой, да, есть вождь один. Это всё разные племена. Про языки и про разницу племенах сейчас мы поговорим. И они вот этому вождю раз в пять лет, праздник, они ему дарят свиней. Что он делает? Режет их сразу, они их едят или нет? Мне кажется, нет. То есть, он их сохраняет, там, типа, он у него там сто свиней, он богатый, самый богатый вождь на районе. Это ещё нигде, они в виде стадов, в виде чего? Они какие-то полудикие, просто бегают по лесу вокруг деревень. Вот мы идём там по лесу, пеший переход, раз, там бегают свиньи, деревень как бы рядом нету. Дальше идём, там, ещё свиньи бегают. Вот мы только что залезли в домик, местные готовят еду, значит, нам положили, воду мы набрали в ручье. Поближе покажу. Мы ещё не знаем, что это, вот, ну, вернее, частично знаем. Мы уже попробовали, но мы ещё не поняли. Вот это вот, это листья сладкого картофеля, а вот это вот, а это они не могут вспомнить, как называется. По-английски это что-то типа топинамбура какого-то или редьки, но по вкусу, в принципе, оно почти безвкусное. То есть не хуже, чем овсянка, если её сахаром не сыпать. То есть такое. Так, что ещё? Про языки, вот как вообще общение происходило. Этот ваш Джон, он говорил по-английски. Он говорил по-английски, но... Там же 800 с лишним языков. Да. Расскажи, Верон, ты даже записывала эти примеры. Да. Дело в том, что там действительно очень много разных языков, и наш Джон, учитель, он нас повёл в ту часть острова, в которой он действительно кого-то хотя бы понимал. Ну, сначала мы прошли как раз в его деревню, и возле его деревни остановились. У нас там был первый ночлег. Там он понимал всё, нам всё рассказывал, мы прекрасно поговорили. Чем дальше мы от его деревни продвигались, тем меньше он уже понимал. Но он сосиснялся нам сказать об этом, поэтому у нас были куча проблем вообще, потому что языки действительно были разные. И расскажи про видео, вот это то, что мы сняли. Вот видео, которое мы показали, где люди пели. Мы такие что-то на третий день там, Джон, о чём поют люди? Послушаю. Он такой послушал, говорит, я вообще ни слова не понимаю. Язык совершенно другой. Почему так получилось? Ну, много разных версий. В основном, что пересечённая очень сильно местность у них. Очень сильно. То есть, там, чтобы попасть в сегодня деревню, надо идти день по горам, узкие тропинки, очень быстрые холодные реки. Это всё тяжело пересекать. А когда не было мостов, реки очень бурные, то есть переплыть его нереально вообще. И когда не было мостов, это было вот как эта деревня, а так как будто люди на Марсе живут. То есть, они друг с другом никогда в жизни не встречались. Видели и издали только, и всё. Вот, поэтому так получилось. Нет, ну, насколько я знаю, в основном везде, где вот племенной уклад, где вот такое традиционное общество, там всегда много диалектов, много языков. В Австралии то же самое, и там где-нибудь в Южной Америке то же самое. То есть, когда образуется там какой-то большой язык, это уже стадия, когда там образуются какие-то уже не родовые общества, какое-то протогосударство, и где просто нужен общий язык для того, чтобы управлять там. Да, да, да. А это вот такой, возможно, исходный уклад как раз, когда у каждого племени была своя система сигнального общения. А соседи, что их понимать? Ну вот, к примеру, о разнице языков. Здесь вот, в племени Курима, сладкий картофель, который является, пожалуй, наверное, основой рациона всех местных жителей, называется Уби. А в племени Вамина-Барату называется Хипири. Ну и вот мы отвлеклись, значит, мы пришли в первую деревню, первый день пока, да. То есть, это про быт именно то, что самое интересное. Да. И мы удивились, сейчас мы посмотрим видео, включи, пожалуйста. Что в деревне идеальная чистота. Вот прям... Я как раз хотел спросить про гигиену. Сильно чисто, вылизано все. Верона, что мы тут делаем? Мы добирались сюда 3 часа. Сначала ехали на машине, потом пешком шли в гору. В одну, потом в другую, пришли в деревню. Очень удивились, что здесь очень красивый ландшафтный дизайн. Можно увидеть, наверное, подстриженные газончики. Подстриженные кустики. Деревня достаточно большая. Здесь есть домики традиционные. И есть такие уже более современные. Де и другие вместе. Мы будем жить в том домике. Нам уже там все открыли, показали. А сейчас мы покажем внутри. Здесь есть душ. Здесь есть отдельно туалет. Давай душ посмотрим. Пойдемте душ посмотрим. Тут два ручья. В одном можно только купаться. В другом только пить. Очень миленько. Вода холодная. Вода ледяная вообще. Но можно сделать. И внутри тоже здесь мох и папоротники. Здесь смоется и перед деревней. Покажи, что еще есть. Видно, что люди следят очень хорошо за самой деревней. Здесь очень чисто. Нигде не валяется мусор. Вся трава подстриженная. Я, если честно, даже не думала, что такое может быть где-то высоко в горах. Обязательно флаг. Да, индонезийский. На входе в деревню была построена большая цель. Мы ее показывали уже. Домики, кстати говоря, закрываются все на замочках. Потом спросим, почему и от кого. Вот кустики подстрижены. Я таких давно не видела даже в городе. Клубочки. Вот наша хижина. Можно посмотреть, заглянуть в наш домик. Он очень большой. Здесь есть все необходимое. Зря мы с собой перли. Домик здоровый. Есть одеяло, матрасы. Вообще все есть. А мы с собой перли два одеяла зачем-то. Самое главное, там прохладно. И прохладно в домике, да. Ну и вот у нас. Здесь деревня построена в несколько уровней. Можно пройти чуть-чуть вперед. И посмотреть сверху на другую грузку домиков. Видно отсюда, да? Да, это видимо другая семья. У них вот два домика уже есть. Современный. Вон есть солнечные батареи. Да, кстати, солнечные батареи здесь есть практически во всех деревнях, как нам сказал наш проводник. И я думаю, что их достаточно для того, чтобы нам зарядить камеру и продолжать фотографировать и снимать. В туалет пойдем смотреть? Пойдем. А это, наверное, могила. 76-й, 2014-й. Вот местные мальцы играют. Я в больнице. Загляни, расскажи, что там. Мне кажется, гораздо чище, чем в той кафешке, которую мы вчера ели. Как тут унитаз что-то приперли, интересно? На вертолете тоже, наверное. Ну вот, значит, сейчас отдыхаем. А вон там уже зрители собрались. Отдыхаем, потом гуляем вокруг. Готовим еду. Ужинаем и спать. Завтра двигаемся дальше. Да, вон пострюжки уже принесли. Там же самое красное. Там он еще домик. А вот еще домики. И вон еще домики. И хрюшки где-то. Свиньи вообще везде. Свиньи и поросята на каждом шагу бегают. Вырвана каждая травинка. Все подстрижено. Это уже не показушная деревня. Нет, это не показушная уже деревня. Вот. Значит, в деревне есть отдельно ручей, в котором они моются. И отдельно ручей, в котором они пьют. Очень чистый туалет. Туалет чище, чем у нас был в гостинице. Туалет, как он выглядит вообще? Сейчас. Сейчас покажем. Нет, вы там мне покажете. Расскажи для всех вообще. Яма в земле. Значит, деревянная хижина. Дверь. Заходишь. Там стоит этот керамический, ну, как не унитаз, а вот это вот, куда садятся люди, так становятся. И присаживаются, как правильно называется. Очко, наверное, по-деревенски. Вообще в разных деревнях. А это выглядело внутри по-разному. Но это всегда было отдельное какое-то сооружение. Как, я не знаю, как в деревне. Вот здесь моются. Там, где нет водопровода, там, где нет дренажной системы. То есть, это либо дырка, либо там действительно стоит какой-то там унитаз стоячий. У них есть душ. Душ это, как правило, либо какая-то гора, из неё течёт ручеёк, и они туда вставили трубочку какую-то моются под ним. Либо даже шланг. Они уж туда его примотали, прикрутили, и из него они моются, там могут набирать воду. А как у них там с мылом? Никак. Вот странно. То есть, смотри, идеально всё подстрижено. Мы проснулись утром вот в этой первой деревне. Там все бабки, мужики, детки, дети, все с мачетами, все подстригают газоны. Прям вот там маниакально на коленях каждую травинку выдёргивают. В то же время они не пользуются мылом, у них нет шампуня, у них нет зубных щёток и зубной пасты, вообще. То есть, мы забыли мыло, я Вероне говорю, ничего страшного, не переживай, там в деревне куда-нибудь купим или возьмём. Его просто нет. Ну а просто, я так понимаю, что это же должно постоянно поставляться откуда-то. Да, и каких-то заменителей природных тоже нету. То есть, они тупо не пользуются ничем таким. Мы спросили, как насчёт вшей, сказали, всё нормально, есть у всех. Вот, то есть, как бы не проблема, с овшами никаких проблем нет. Вот, и вот, собственно, вот тут ещё… А прочие твари кусачие, вообще клопы там какие-нибудь? Комары так себе, в принципе, как и у нас летом, например. То есть, то есть, то нету, не особо лютые, а вот клопы нас реально сажали. Просто вот изъели всех. Это одна из причин, почему мы уехали, приняли решение идти дальше или уезжать в посёлок. Ему уехали в посёлок, где-то через 2 недели наших странствий, мы были искусны полностью вообще все. На Вероне было несколько тысяч укусов. То есть, вот везде под одеждой они залазят, искусны вообще всё, и чешется страшно просто, очень сильно. Поэтому в следующий раз мы будем думать, что взять с собой клопа отпугивающего, что-нибудь такого. Но кроме клопов и комаров мы практически никого больше не встретили. Мы видели пару раз там крыс каких-то, которые пробегали, но мы не увидели ни одной змеи по пути, хотя говорили нам, что они вроде как есть. Никаких больших животных мы тоже не увидели. Да их там нет, в принципе. Ну, вроде как какие-то есть ещё там дикие кабаны. Кабаны дикие, обезьяны, казуары. Но нам никто не встретился. Так, значит, дальше. Вот в этой деревне тоже был интересный момент. Мы купили с собой что-то типа тортиков таких. Думаем, детишек будем угощать и сами чайку попьём. Значит, положили в гостинице, утром выехали. Утром выехали, смотрим, а в гостиницу пролезла крыса, прожжала у нас тортики такую дырень и сожжала там, ну вот так вот, часть торта, наверное, процентов 20. Мы вырезали ножичком эту седенную часть, выкинули, остальное взяли с собой. И вот смотри, люди, которые кроме картошки вообще ничего не ели. Казалось бы, им должно быть интересно, да? Мы порезали всё. И вот там в деревне сидела человек, допустим, 15. Мы им раздали эти тортики, они так с подозрением посмотрели, положили сзади на траву и на вопрос, почему не кушать, они сказали, мы потом покушаем. А голый там у них был один вот этот вот правильный, он вообще отказался. Сказал, не-не, издали, всё, уберите, пожалуйста. Дети, видимо, из уважения стали есть, и я извиняюсь, но мальчику стошнило на полном серьёзе. То есть, видимо, для них это какая-то совершенно странная, какая-то непонятная еда, что-то такое кошмарное. Тут сладкий картофель есть хороший, а их заставляют какую-то хрень, шоколад какой-то есть. Вот, то есть, они действительно вот другой еды не видели, и они её поэтому и не хотят, собственно. Я немножко ещё пройду. Помимо самого вот этого сладкого картофеля, они очень любят есть ботву от сладкого картофеля. Это у них в качестве, я не знаю, гарнира или всё. Десерта. Разнообразие блюд это печёный картофель, вот именно традиционный способ, у них же не было никакой ни глиняной посуды, ничего. Они это просто пекли в костре. Сейчас они, у них уже появились кастрюли, они делают разнообразие какое-то, они этот ботву эту смешивают с картошкой, толкут, и получается что-то вот какое-то варево такое. Баланда. Да, пьют они мало, поэтому вода очень часто далеко находится, за ней там нужно идти, ну, иногда там 5-10 минут, иногда пару часов. У нас приключилась очень интересная история с водой, то есть нам изначально Джон, наш вот этот вот переводчик, он сказал, что вода есть, мы будем пить из ручьёв, нужно взять с собой несколько бутылочек воды, мы выпьем, будем их там набирать. И по какой-то причине он свою бутылочку выкинул по дороге, где-то у нас осталось две полулитровые, да, они там были? Ну, вот эти стандартные маленькие бутылочки на троих. Полулитровые бутылочки. И нам их не хватало, то есть между нашими пешими переходами, от одного ручья до другого ручья, мы выпивали всю воду, то есть по полулиты на каждого, нам было мало. И мы уже просто там... Мы разок чуть сознания потеряли. Изнемогая, да, от жажды, случайно нашли, наткнулись на какую-то деревню, увидели там детей, быстренько им там закричали, там... Ааа, воды! Они прибежали, прибежали с канистрой, с большой такой, мы эту канистру... Литров семь, наверное, канистры было. Осушили, мне кажется, мы выпили литра три воды, пока у них там сидели пару часов. И попросили ещё налить, нам налили это всё, и уже когда мы уходили, нам сказали, что оказывается, они воду носят за два, да, два или три часа. У них нет в своих источниках, они набирают воду идти два часа пешком туда, два часа обратно. В общем, мы выпили, мне кажется, неделю запаса. Нам стало стыдно, то есть мы выпили реально воду всей этой семьи, там, значит, один мужик, у него девять было жён и что-то штук десять детей, и мы всех оставили без воды, нам стало стыдно, мы им дали денег, там, ну, как бы, они тоже застеснялись, не хотели их брать, но мы их уговорили. В следующий раз мы уже спрашивали заранее, и это не последняя случайно у нас вода. Вот, с водой тяжело, и вот всё это время наш товарищ Джон, он не пил воду, то есть, как бы, вот мы шли. Однажды он сказал, что он очень хочет пить. Говорит, дайте мне, пожалуйста, воды. Мы ему дали бутылочку, он вот так вот отпил, такой говорит, хорошо. Последняя деревня, в которой мы останавливались, когда мы попросили с собой воды в дорогу, дали бутылки свои, нам принесли обратно одну пустую бутылку, и в одной бутылке так половину воды какой-то мутненькой, там, с какими-то червячочками, вот, мы на неё посмотрели, говорим, это что такое? Говорят, ну, это как бы вообще дождевая вода, мы её собираем, потому что другого источника воды у нас нет вообще. Мы очень удивились, потому что, как бы, деревня была достаточно такая современная, там даже было электричество, вот от этих солнечных батарей, пробовали прокопать какую-нибудь там артезианскую скважину. Да, оказалось, что в этой местности нет воды совсем, и до недавнего времени, пока они вот не сообразили ставить эти баки для накопления дождевой воды, они в скале вот так вот это ковыряли, собиралась дождевая вода, да? Да, убили ямки в скале и собирали там дождевую воду, вот так люди пьют до сих пор. Сначала, а потом стали смотреть вообще по деревне, увидели, что несколько действительно есть вот этих вот хамушков ещё с этими вот дырочками. Во многих деревнях, посёлочках есть ручьи с чистой водой, где мы могли набирать бутылки, с собой нести. Но вот в нашем последнем месте оказалось, что до ближайшей воды здесь идти очень далеко, поэтому они собирают дождевую воду. И это всё, что нам удалось сегодня добыть. Меньше половины бутылочки, больше воды в деревне нет. То есть, вот мы сейчас там вода, кран забыли закрыть, нормально, люди ходят, оказывается, по 8 часов, по 4 там, да, чтобы просто попить воды. То есть, для них это реально ценность. Вот, и как бы отношения надо менять вообще к ситуации. Многожёнство. Да, по поводу уклада семьи. Я уже услышал, что там у кого-то 9 жён. И, насколько я знаю, вот когда это мотыжное земледелие, а это то, что у них в поле трудятся женщины. Вот, вот, значит, по поводу семьи. Значит, я раньше думал, что русские бабки, бабульки самые матёрые в мире. Казалось, ничего подобного. Самые матёрые – это попуаски. Там, да, у них, конечно, очень жестокий отбор. Это мы прекрасно понимаем. То есть, что такое нет медицины, самые слабые все умирают ещё в раннем возрасте. Мы очень часто наблюдали такие картины, что мы там идём, запыхались, устали, сели, отдыхаем. И такая бабуля там тра-та-та-та-та-та поёт песню, по пояс голая. А, вот она. У неё, значит, висит два мешка картошки. Вот так вот они, у них такие сумки плетённые на голове, и она на спину там дальше свисает. А она такая пришла, села, закурила, покурила, значит, я пошла. И пошла дальше. Мы спрашиваем, куда она? Она на рынок в омену. В омена – это откуда мы шли три дня. Вот, мы такие, типа, а где она будет ночевать? Она одним днём туда-обратно. Мы там, что происходит? Причём ходят с огромной скоростью, очень быстро, очень выносливые. Мы сидели ещё, наверное, часик вот в этом месте, и мы видели, это на горе деревни, мы видели, как она спустилась вниз и поднялась на противоположную гору. Мы этот маршрут прошли раза в три медленней, потому что мы не обучены. Кстати, Марина Львовна Бутовская, которая в Африке там со всякими местными хадзами и дотогами регулярно их исследует. Она рассказывала там тоже про бабулю местную, что они сели на джип, куда-то там поехали, а потом бабуля их догнала. Ну, это тоже как бы такая байка у антрополога. Но она такая из кустов выскакивает. Я думал, у вас к бабуле может. А я тут тоже, знаете, пешком решила пойти. Вот, потом у них многожёнство. Мы спросили, как к этому относится Иисус Христос, они такие... Они промолчали. Нам тоже интересно, как он к этому относится. Ну, у нас оно есть. Значит, мужчины только копают землю, нечасто. То есть, они вскапывают участок земли, может быть, раз в год или раз в полгода. Потом они рубят дрова, и они постригают газоны. Оказывается, стрижка газонов, это у папуасов там, не знаю, в тройку самых важных дел входит вообще. Всё, больше не делать ничего. Вот. Сельское хозяйство у них круглогодично, не сезонно, потому что всегда одинаковая погода, всегда одинаковая температура. Они не занимаются складированием припасов. Они что делают? Они высаживают две грядки сладкого картофеля сегодня, завтра ещё две грядки, послезавтра ещё две грядки, ещё, ещё. И когда это всё зацикливается, получается, они каждый день идут собирать и высаживать, собирать, высаживать. И так всю жизнь. Этим занимаются только женщины. У женщин там тяжелейшая жизнь, конечно же. Но они всё убавятся, никто не жалуется. Я читал, что у них, когда образуются излишки вот этой еды, они их наваливают в такие большие кучи. У кого куча больше, тот, в общем, круче. Вполне возможно. Но потом это всё сгнивает, потому что хранить это нереально. Да, он не хранится, очень влажный воздух, и сам по себе сладкий картофель, он очень гудянистый. Он не хранится вообще. То есть, он там за несколько дней пропадает. Но мы ни разу не видели, чтобы он где-то валялся. Да. Обычно его... Дальше. Многожёнство. Значит, сейчас уже мужчины и женщины могут встречаться, заниматься сексом, не создавая семьи. Во многих деревнях на это закрывают глаза. То есть, нет таких пуританских строгих нравов. Ну, кое-где. Кое-где есть, кое-где нету. Значит, дальше. Как выглядит свадьба? Во-первых, папуасок в нашем понимании красивых мы не видели вообще совсем. Видимо, это связано... По этой же причине у многих папуасов за отсутствием обильной еды, у них очень серьёзно разница мускулатуры. Очень крупные мышцы. Я думаю, что это, скорее всего, гормоны. Вот. И по этой же причине, скорее всего, у женщин очень часто мужские лица. А мне стали писать, я выкладывал фотки вконтакте специалисту, что это потому, что у них близкородственные связи. Но я уверен, что нет категорически, потому что от таких связей рождаются больные часто дети. Не обязательно. Они всё очень... Не обязательно, да. Но папуасы всё очень здоровые. Очень здоровые. Если близкородственные скрещивания, они просто будут все похожи друг на друга. Но это вовсе не значит, что у них должны быть такие мужественные женщины. Они просто массивные. Они массивные, потому что у них там грубая еда. Тяжёлая жизнь. И отбора, награцильность у них не было. Может быть, наоборот. А я ещё как думаю? Когда мы спрашивали местных, по какому критерию ты себе выбирал жену? Он говорит, первое – стронгбоди, сильное тело, чтобы работало хорошо. Ему нужна женщина, которая сможет два мешка картошки нести 20 км. Вот. Вот ответ. Тонкая какая-то, стройная. Ему вообще неинтересно, что с ней делать. Просто экзогамия. Я не знаю. Вот по идее у них должны быть и правила брать жену из другого рода. Или там из другого, из соседнего. Ну вот наш гид встречался с девушкой из его же деревни. Из его же деревни. Но нам рассказывали, опять же, в последней деревне, где мы жили, где у вот этого вот умерла дочка-то от малярии. Он рассказывал, что у него родилась ещё одна дочь недавно. И мы спросили, где она есть. Он сказал, что она с женой в соседней деревне, потому что она пока маленькая. Как только она там сможет бегать, ходить, ребёнок, они переедут в его деревню. Вот, следующий момент. Вот они, значит, понравились друг другу. Если боди very strong, хорошая невеста. А, и второй критерий good heart. Типа доброе сердце. Он договаривается с родителями, платит им, приводит им от трёх до восьми свиней. Кстати, мы забыли сказать, свиньи там стоят нереально дорого. Вот такой поросёночек, только что родившийся, там они по горам идут, у них там за подмышкой поросёночек, двое детей. У них там ещё была традиция выкармливать грудью этих поросёнов. Да, она и сейчас есть. Видимо, их поэтому с собой, кстати, и носили. Там идёт тётя с картошкой, с двумя детьми, с таким поросёночком. Мы думали, что они их носят, поросёночков этих, по горам, то ли на рынок. Вроде тут рынка нет никакого. Они их на это, да, вскармливали. И, значит, такой поросёночек 300 долларов стоит. А взрослая свинья, вот эта вот поджарая ихняя, там худая, 2800 долларов. В пересчёте на доллары мы прямо на калькуляторе посчитали. Это очень дорого. Поэтому их не режут вот так вот просто там. Вот, значит, он отводит свиней. За церемонию платят родители. То есть, ну это что, всех накормить? Много картохи пожарить? Платят родители невесты. И приданное они платят, да, он сказал? Да. Приданное. И вот всё, она приезжает жить к нему, они пашут с утра до ночи, как проклятые эти все женщины. То есть, в деревню обычно приходишь, там даже бабок нет, даже бабки все в полях, в горах, на полях. Мужчины занимаются, знаешь, чем ты был когда-нибудь на Кавказе? Вот, они возле дома сидят и беседуют, там такие беседы ведут, просто сидят, смотрят на природу. А что у них с охотой? Вот. Сейчас расскажем про охоту. Вот. И мы спрашивали, ну а если, например, поругались, может она уйти к себе обратно домой, вернут ли свиней? Он сказал, что если он её бил так, чтобы покалечил, повредил, то да, это брак расторгается, он должен ещё что-то выплатить. Но если просто поругались или просто побил, но ничего не сломал, она может уйти к родителям, побыть там, но потом они её заставят вернуться обратно, потому что был заключён брак. Вот. Что с охотой? Вот мы были в одной деревеньке. Вот я увидел. Да, сейчас покажу. Мы обратили внимание, что сначала мы видели сумочки с птичьими перьями, очень красивые сумочки вышитые, и у них у многих головные уборы тоже, перья. Мы спрашивали, где берут перья, охотятся, как охотятся. Огнестрельного оружия вообще нет совсем, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, не разрешают, потому что могут восстание организовать, да. Вот, вот, да, у тётеньки из перьев головной убор. Вот, поэтому охотятся с луками. Мы спросили, могут ли нас взять с собой. Дедушка один согласился взять с собой, мы думали куда-то далеко в лес идти, а там буквально вот деревня, мы прошли 3 метра, там уже дерево, на котором какие-то ягоды поспели, и там сидят птицы, вот эти райские, ярко-красненькие, зелёненькие. Значит, и он принёс лук из дома, у него такая пачка стрел, значит, вот мы чуть-чуть у него прикупили. Здоровые стрелы. Очень длинные, да. И какая особенность? Нету оперения совсем. Потом, я вот не понял, на стреле здесь нету никакой выемки, вот, лук сам бамбуковый, и тетива тоже бамбуковая. И тетива имеет вот такое сечение полукруга, то есть стрелу ставить на, получается, на полукруг, она соскальзывает. А из чего тетива из какой-то жилы? Из бамбука. А, из бамбука. Тоже из бамбука, да. Я занимался лучным как бы спортом немножко, да, там пару лет, я не смог выстрелить ни разу из их лука, я пытался, стрела всё время просто падала на землю, они смеялись там всей деревней, значит, мы пошли, вот такие стрелы, это как раз для птиц, потому что птицы, вот эти райские птички, они, кажется, вот такого размера, они как воробьи, они очень маленькие. Да, и, видимо, расчёт на то, чтобы или одна попала, или она попала между, и чтобы её просто убило вот этими как бы зубчиками. Вот, и есть стрелы для людей, вот такие с зазубренными, чтобы их тяжело было вытянуть, да. Ну и сейчас они их используют? Сейчас нет, но дома есть у всех, вообще у всех. Для сексу. Да, и вот такие, это для кабанов диких, то есть такой получается нож. Наконечник деревянный тоже. Бамбук. Бамбук. Да, бамбук. Интересно, насколько она пробивная сила. Причём, когда мы видели это в городе, мы решили, что это развод для туристов, сувениры, да, потом мы пошли на охоту, он реально стрелял, причём он там несколько раз, чуть не подстрелил птичку, но в чём проблема, везде, где мы были на Папуа, за нами всегда бежала толпа детей, вообще везде, в принципе, вот в любом месте мы выходили, и за нами бежала толпа детей. И в этот раз тоже, естественно, прибежало там штук 10 мальцов, они начали кричать, у них были игрушечные луки, они стали залпами стрелять тоже этих птиц, всех распугали, и мужик никого убить не смог, но как бы мы посмотрели, как это всё выглядит вживую, это действительно всё существует. Потом много раз, когда мы ходили по горам, мы встречали, мужик идёт с охапкой стрел, с луком, там дома ночевали, у него в углу там стоит стрелы, стоит лук, то есть они действительно ими охотятся. А копья? Копья не используют, копья не видели вообще ни у кого совсем. Вообще ни у кого. По-моему, у тебя на видео там какой-то этот… Он палку просто кинул. А, палку кинул. Да. Вот. Значит, они продают кинжалы из кости казуара, а просто, ну, образно говоря, берцовая кость распиленная так вот наискосок. И они там говорят, когда война, мы их там вот так кололи, он показывал, мы ставим это видео. Вот. Копий не было нигде, луки есть у всех. У всех, их прям все используют. Используют, делают стрелы. Мы видели, как сушат вот эти вот древки. Бамбук тоненький. Вот. Что у нас? А, это что? Про топорики. Про топорики. Это же из гальки. Да. Это делают из гальки. Причём я посмотрел не один видос на Ютубе, где рассказывали, что посмотрите, это же невозможно сделать вообще. Это же литьё. Это же литьё, это технология жидкого камня. Да, вообще выглядит действительно так. Почему? Потому что они симметричные, правильно? А симметричность делать невозможно руками. Люди же не могут делать что-либо симметричное. Да ещё гладенькое такое. Ещё и гладенькое. Но кто будет полировать вот так? Конечно, никто не будет. Зачем? Вот. Вот видео, видишь, где мы всё это делаем. Тоже мы его прицепим обязательно к передаче. Значит, мы увидели в одной деревне, продавали... А, кстати, как огонь разводят, надо не забыть посмотреть ещё. Продавали вот эти топоры каменные. На вопрос, что это такое, кто делает, они сказали, это очень древнее, мой пра-пра-пра-пра мне оставил. Ну, для туристов, чтобы продавать им успешно. Мы, естественно, не поверили. Поставили задание нашему Джону, переводчику, чтобы он нашёл людей, которые делают. Пришли в деревню в очередную, ему говорим, Джон, иди ищи. Он ушёл, вернулся, говорит, никто не делает. Мы выходим с дома, подходит к нам мужик, показывает вот это вот долото, да, наверное, это, скорее всего, чтобы долбить дерево, я думаю. Показывает. Мы жестами с ним минут 30. Там, типа, ты, он там, я, где, там, дома. Вот, покажешь, покажу, пойдём. Пришли к нему. Ну, просто плыжник, у которого зернистая структура, галька чёрная, обычная, с речки, водичка и много часов работы. Вот. Мы прям там, сбежалась вся деревня полностью вообще, там человек 40, наверное, кричали, все радовались, смеялись, верону дёргали за волосы. Мы взяли вот эту гальку и буквально там за 10 минут мы её вот сточили, вот тут вот, наверное, видишь, вот пятачок сточенный, да? Ну, миллиметра два где-то, то есть просто такими обычными движениями вот об этом шершавы. Образив какой-то, да? Шершавый камень там у него был. Вот мы нашли мужика, который делает вот эти, ну, один из тех, который делает эти все каменные топоры и тяпки и непонятно, что ещё. Я смотрел очень много видосов, ходят в Москве по музею эти плоскоземельцы проклятые, ну, которые за альтернативную историю показывают вот эти вот каменные галечные топорики и говорят, что, посмотрите, ну, это же невозможно сделать руками, вы видите, они идеально симметричны, они такие ровные, но это точно отлито. Это отливали наши предки, знали технологию жидкого камня и отливали. Сделать вручную такое невозможно. Никак, невозможно вообще. Только лазеры, только жидкий камень и всё-всё остальное. Вот мужик делает, вот это сделал он. То есть вот он делает невозможно. Берётся галька, берётся шершавый камень, водичка и много-много часов, много-много часов у дней работы. Ну ладно, Костя, через месяц приду. Ну вот, мы уже заметно сточили. Я даже сейчас уже сточил чуть-чуть. Где-то полмиллиметра я сточил за несколько минут. Где-то девочки кости заплетают. Вот, если хочешь, потрогай. Где-то миллиметр уже сточился. Вот, чувствуешь? Да. Видно на видео, нет? Да, видно. Вот кусочек сточился уже у нас. Поверни его чуть-чуть. В разные стороны. Вот, да, видно. За две минуты. Вот мы сейчас делаем невозможное. То, что наши предки ну никак не могли сделать вообще. Как бы еще узнать, сколько он дней одну делает? О, пару миллиметров сточили уже. Это вот галечная. Так, орудие труда галечной культуры. Если я ничего не путаю, я не специалист. А то дробошерский ругаться будет, что я неправильно сказал. Ну, плоскоземельцы потом скажут, что ну вы же не сделали. А что это невозможно. Мы, конечно, не сделаем. Мы можем остаться. Да, но не сделаем. Да, но не сделаем. Прям быстро. Быстро точится прям. Все смеются злотами. Верона смотрит, как делают каменный топор. А жители деревни смотрят, как Верона смотрит, как делают топор. Если сильно давить, оно быстро точится. Ну, они у него не идут. Он для красоты их носит. Стрелки не движутся. А, нет, идут, идут. Вот пятачок. Видишь? Видно? Сейчас, пустя. Покрути еще. Вот, мы обточили гальку. Довольно прилично. Смотри, там есть... Видно, да? Вот, бликует, да, пятачок? Ну, вот, за 10 минут мы сточили. Вот, можно сделать такой изящный топорик. То есть, как бы мы поняли, что это вполне реально. У нас, к сожалению, не было времени, поэтому мы взяли гальку с собой. И уже в Паттайе дома мы сделали вот это за 3 дня примерно. Не весь день, естественно. Мы хотели доделать ее, но у нас случилось несчастье. У Верона сломался ноготь. И причем очень важный ноготь. Значит, без этого Ноктяна не могла идти в офис, руководить бизнесом. Поэтому мы перестали. Прекратили эксперимент. Руководящий ноготь. Указательный. Прекратили эксперимент. Ну, вот смотри, для первого раза, как бы, да, я считаю, вполне... То есть, вот это не литье. Это все вручную делается вполне реально. Вот я тебе дарю этот камешек. Это из папы. Галька, да, можешь... Тренироваться. Выточить что-нибудь, да. Сам попробовать, потом по пластам похвастаться. Нет, ващути, но отвезу. Николай. Вот, это тоже тебе, и это тоже тебе, если у вас музей какой-то есть уже. Это мы к нам на выставку обязательно. Если стрелу... Так, Верона, скажи, как нам голый огонь разводил. Да, вот это тоже интересно. Это очень интересно. Первобытные технологии мы искали в первую очередь там. Это было в одной из первых деревень, где мы ночевали. Там еще наш гид хорошо говорил на местном языке. Еще все-всех понимали, да. Потом он уже испортился. Сейчас видео я найду, вот оно. То есть, мы попросили голого местного рассказать нам про какие-то там обычаи свои. Он нам показал примерно, как вообще охотились они с копьем, как они кидали из казуара. Как это правильно называется? Кинжалы. Кинжалы, да. Там была дощечка расщипленная и зажат там камешек, чтобы она была раскрытая. Это чтобы доступ к кислороду был. И что-то обмотанное. Сена и лиана какая-то. Мы спросили, что это такое. Оно такое, с такой ручечкой деревянной. Он сказал, что это они так разжигали огонь, собственно, добывали, да, до того, как у них появились спички и зажигалки. И, собственно, здесь вот на этом видео он нам показывает, как это делается. Я это посмотрел. Причем эта штука была уже не один раз использована. Я вот такого не видел. Я там знаю вот про вот это. Да, она была уже обуглена. Он и пользовался много раз. Там прям следы. А это вот с помощью лианы такой. Там следы сжения были. Он разводил уже огонь ей не один раз на самом деле. И, по-моему, очень быстро. Вот к нам пришел сюда голый в деревню. Ну, вообще, он здесь живет, но он голый. Мы их так называем, кодовое название голый. Мы их видели, что человек, наверное, 25 примерно. Вот почему они голые. Это такие олдскульные, ортодоксальные папуасы, которые считают, что вот это вот все, вот это все, это вообще все какой-то отстой. Это не для настоящих мужиков. Настоящие мужики должны ходить голые. И, значит, жить натуральным хозяйством, работать нельзя. Мы ему сейчас предлагали, мы купили какие-то пироги, там, типа, какие-то тортики. Всем дали, все скушали. Этому показали. Он такой, ооо, что это вообще, господи. Вот. Ну, они продают сувениры. Значит, он ходит так всегда. То есть у него одежды нет, принципиально он вообще не одевается. Он хочет, чтобы папуа жила как раньше, как всегда, да? То есть он против нового стиля. Вот. Это все, конечно же, сувениры для туристов. То есть понятно, что каменные топоры, для того, чтобы рубить деревья, не использует никто. Хотя вот это со следами рубки. А, ну он говорит, что это, типа, старинный, но на самом деле мы не знаем. Я думаю, что может быть и нет. Мы постараемся, сказали, что там дальше в горах есть деревни, где это все делают. Это как бы первобытные технологии. То есть это полированная галька, галечная культура, да? И мы постараемся найти деревню, где это делают, все это заснять. Вот. Потом вот это тыквы, которые они вот там носят, да? Их вот так вот надо носить. Чем у тебя круче эта штука, там толще длиннее, тем ты круче воин. Вот. Это кинжалы. Он говорит, что это из казуар. Казуар, да, кинжалы. Ага, это такая птица, она вроде как вымирающая. Я читал. Ну, получается, что нет, судя по количеству. Или нас обманывают, и это хвости свиньи. Я не знаю, на самом деле. Это, короче, типа, старые кинжалы. Вот. И они в быту вообще неперегодно никак, ими только убивать людей и свиней, все, больше ничего. Ага. Снимай, вот смотри. Это, он показывает, когда... Это, типа, военные браслеты. Обычно их не носят. Когда война, вот они, короче, вот так вот. И он такой, с двух рук такой... Видишь, такой... О, пошел там всех колоть. Деперс, деперс. Ага. Вот так вот выглядит. Чуть не подбил. Супер. Вот. Нас, в данный момент, нас заинтересовала вот эта штука. Значит, носят они вот так вот, вот, за ручку прям таки, нари-нари, как сумочка. Тут, значит, у них сухое сено, деревяшка, она раздвинута, зафиксирована с помощью камешка просто, то есть камешек играет роль фиксатора. И вот сейчас он будет огонь разводить, то есть это место кремня и трута у нас там, да, вот они разводят огонь таким образом. Подойди поближе. Я потом тоже попробую. Уже дымок идет. Да, начало. Есть. Так быстро, я думал, это очень долго длится. Так быстро. Да. Страны. �ка Да. Проекции нет, проекций нет. Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, он бывалый Ну все, уже зажег Класс Реально очень быстро, минуты 3-4 за него Да, потом опять Я вот еще что хотел сказать Что вот эти дедули Они последние Папуасы такие, олдскульные, да, традиционные Они умрут и как бы все Поэтому если вы хотите это все увидеть вживую Вам надо лететь в папу прямо сейчас Им сейчас уже по виду очень много лет Кстати, еще момент Он не знает, сколько ему лет И в джунглях никто не знает, сколько ему лет Потому что никакой фиксации по рождению не было И второй момент Он неграмотный Он не умеет писать и читать Но деньги считает отлично Все без проблем Три минуты Три минуты Вот прям дымок пошел То есть это не смонтировано Мы не вырезали ничего Это вот мы начали снимать Сразу пошел дымок Обычно показывают Он долго сидит Но мы спросили Если дождь и все промокло Что делают? Они сказали Ждем А если дождь Мы дали А если дождь несколько дней? Он говорит Мы ждем несколько дней Честно Ну да Слушай Они ведь там поголовно курят Я так понимаю Да И женщины, и мужчины Все курят Сигареты Очень ценный подарок Мы с собой взяли несколько пачек сигарет Раздарили там моментально сразу Вот выращивают табак Очень сильный Очень крепкий Вот Прикрутим тоже видео Бабуля Которая свернула там Такую самокрутку Покурила Пошла дальше То есть Курит Да Но алкоголя нет никакого Так У нас Еще про лодку Вы что-то там Хотели Про церкви Мы сейчас про бабулю Которую мы как раз Увидели Мы обратили внимание на ее ноги По-моему Впервые А Вот к тебе вопрос Все папуасы С которыми мы общались Вот этот голый даже Который костер разводил Огонь У них непропорционально Крупные ступни Прям огромные вообще Очень То есть Как бигфуты какие-то У них Очень широкие стопы Очень массивные Крупные Тяжелые ступни Именно Даже вот дети У нас Мы специально фотали Дети сидят Так у них обувь-то какая Никакая Никакая Ну вполне возможно Вполне возможно Что это От того что Они постоянно ходят Босиком Я написал Дробышевск Да Но там Ооо Это открытие Сенсация Ты считаешь Что босиком Да из-за этого Что значит Я считаю Во-первых Это надо как-то измерить Хорошо бы Понимаешь Потому что ты говоришь Большие стопы Хорошо бы измерить И в цифрах посмотреть Сколько это Вот Тогда будет понятно Ну Может быть Это и какая-то особенность Может быть это Прижизненная адаптация Что у них От постоянного хождения Известно Что если они босиком ходят У них большой палец Больше Больше отстоит От остальных Чем у людей Которые в обуви Да Но это не врождённо Это просто Отхождение Такого Постоянного Потом ещё Знаешь Что У многих Разбитые ноги Мы прям Вот идём По горам Там каменистая тропинка И Кровь течёт Ну как Чуть-чуть Там ссадины Видимо с годами Эти все ссадины Они тоже визуально Ногу увеличивают Типа как мозоли Там шрам Мозоли Да Слушай Я хотел Такой вопрос У меня всё вертится На языке А они Миклуху Маклая Вспоминают Не задавал ли ты им вопрос Какая ситуация Все кто старше Пятидесяти лет Не понимают Вопрос Например Сколько часов Туда идти В каком месяце Это было В этом году Сколько раз Они там А чё Когда Сколько раз Они не знают Сколько им лет Они неграмотные И Например Спрашиваешь там Он говорит У меня отец Воевал С другим племенем Вот наш Который гид Он убивал Папуасов Других Они им отрезали Голову Мы там А когда это было Давно Вот Поэтому Ни про каких Миклуха Маклайф Они ничего не знают Вообще Совсем И они Вообще Очень слабо Ориентируются Когда что было Кстати Из-за этого У нас были проблемы У них Понятие Времени Отсутствует Потому что Как-то Они с детства Не пользовались Часами Хотя вот Наш товарищ Джон Он жив в Америке Вроде как Цивилизованный У него есть часы Телефон Мы выходим Утром Мы такие Джон Сколько туда идти Он такой Два часа Через семь часов Напряжённого Действительно Перехода Мы понимаем Что-то никто Мы спрашиваем Джон Сколько ещё осталось Он говорит Я думаю Что два часа Потом нам показывает Просто там На горизонте деревни Чёрт И где В горах Очень далеко Точка Говорит Вот туда Я думаю Мы придём В пять часов Вечера Верон Говорит Сейчас Пять часов Сорок минут Вечера Он такой Да Ну Тогда Два часа Вот То есть С этим Серьёзные проблемы А как у них Ну вот Если абстрагироваться От того Что он там Не знает Сколько времени Допустим Даже не умеет читать Производят ли они Впечатления Каких-то Туповатых То есть Что можно сказать Про их интеллект Обычно Вот тоже такое Распространённое Представление Что они Какие-то Такие Дурачки Раз они Ну расскажи Про однокурсника Своего сначала Я расскажу Про однокурсника Но Опять же Как писал Даймонд Да Вот Даймонд Пишет Что они Такие Прямо Супер Мегаумные Вообще Да То есть Есть два Стереотипа Таких Можно сказать Один Что о него А другой Что наоборот Им нужно постоянно Выживать Поэтому они очень хитрые Я так как Была знакома С папуасом Лично Но один Это не статистика Ты же понимаешь Ну мы расскажем Наш опыт Можно дальше Я про него Запомнила То Что он Был Очень Медленным То есть Ему задают Вопрос Он Смотрит Вдаль И говорит Ему снова Повторяют Вопрос Он Говорит Может быть Ну говорят Это красное Или белое Он говорит Да Да Возможно И С ним было Очень тяжело Разговаривать Хотя Очень интересные Вещи Он Какие-то Рассказывал Мне Показалось Тогда Что он Реально Какой-то Тормоз Но мы Списали Это на то Что Он Просто Такой Человек Он Бапуас И С удивлением Мы обнаружили Что наш Джон Переводчик Он Был Очень Бодрым Он Нам Очень Все Рассказывал Он Хорошо Говорил По-английски Хорошо Общался С местными Переводил Нам Отлично Но Чем Дальше Мы От его Деревни Удалялись Тем Больше Он Был Похож На Моего Однокурсника То есть В какой-то Момент Он Перестал Вообще Говорить И По-английски И На своем На каком-то И даже По-индонезийски Он Как-то Уже Слабо Общался Ну Что-то Да Какие-то Вот Провалы Такие Странные Были Непонятные Мы Начали Честно Говоря В тот Момент Уже Злиться Немножко Потому Что Мы Не Понимали Причины Видимо Это Какие-то Флюиды Папуанские Мы Задавали Ему Вопрос Преобразили Сколько Нам Еще Идти Хотя Вы Просто Пальцем Покажи Он Говорил Я Думаю Что Да Вот То есть Напрямую В прямом смысле Он Начал Нам Вот Так Мы Там Типа Джон Внимание Сейчас Через 15 Минут Стемнеет У нас Нет Фонариков Нам Надо Или Оставаться Здесь Или Мы Успеем Дойти Сколько Нам Идти Он Такой Я Не Знаю Что Вам Сказать Мы Таким Ну В Километрах Там В Часах Примерно Вот Он Как-то Вот Иногда Нормально Общался Иногда Он На него Накатывала Какая-то Странная Непонятная Вещь Но в то же время Были Примеры Которые Костя Рассказал Про то Как нам Папуасы Пытались Зубочисткой Написать Где-то На руке Насарапать Цифры То есть Они Старались Как-то Нас Понять С нами Как-то Поговорить Они Что-то Придумывали В последней Которые Нам Показали Каменный Топор Которые Нас Взяли С собой На охоту Мы Понимали Все Мы С ними Разговаривали Про их Жизненный Уклад До Того Как К ним Пришли Голландцы И Все Приняли Христианство Они нам Много Всего Интересного Рассказывали Мы Задали Им Вопрос Почему У них Нету Куриц Почему Они Разводят Свиней Их Не едят Почему Они Не разводят Куриц Очень Хотелось Яичка Они Сразу Ответили Что Куриц Они Не разводят Потому Что Их Съедят Собаки Мы Спросили Почему Вы Не Поставите Из Бамбука Клетки Как Это В Таиланде Делают Наверняка В Индонезии Везде В Малайзии Они Просто Накрывают Вот Так Делают Полусферу Из Бамбука Накрывают Все Собаки Не могут Съесть На что Делают Но Делать Ничего Не будут Они Живут У них Не меняется Ничего Тысячелетиями Насколько Понимаю В этом плане Они Очень Сложные Люди Если Сравнивать Например Во Вьетнаме Мы встречали Местных Жителей Намного Менее Сообразительных Чем В Папуа Поэтому Я думаю Что Это Везде По-разному Везде Есть Разные Люди В Вьетнаме Мы встречали Когда Показываешь Пустую Бутылку От воды И показываешь Вот так Они между собой Стали обсуждали И уходили Типа Непонятно По пасам Показываешь Кто-то приносил воды А кто-то нет То же самое То есть Кто-то понимал Кто-то не понимал Про церкви Я хочу рассказать Значит Все Старые традиции Полностью Исчезли Сейчас еще Живы Мы разговаривали Вот старички Вот эти Которые голые ходят Которые поклонялись Деревьям Черным камням Приносились жертвы Молились духом Он рассказывал Что когда человек Заболевал Они читали Специальные заклинания Дули на человека Там Выдували злого духа Шаманы были Потом церковь Это все запретила Этого больше нет Но больниц тоже нет Мы спрашиваем Как вы лечитесь Он говорит Молимся Вот Молимся То есть все Соответственно Высокая детская смертность Соответственно Высокий отбор Так вот Они реально Помешаны На церквях Они выращивают Этих свиней Их продают Выращивают Вот эти вот Бататы Все там Какие-то Злаки Тоже все это продают Причем это С огромным Жесточайшим трудом Да Потому что По горам надо ходить Там как бывает Вот деревня Огород двух часах Тут огороды все чужие Ихних огородов Здесь нет Они в другом месте На рынок ходить Вот Это все на плечах Женщин Да Всегда И вот Если В деревне Родилось И Выкормилось Много свиней Они Их продают Строят Церковь Чтобы построить Церковь Все Строиматериалы Завозят на вертолете Представляете Сколько это стоит Сначала Это все летит С явы На самолете Потом Все это Перегружают В омене На вертолет Это все Летит на военном Вертолете Вот Скидывается Вся округа Полностью То есть Это не только Эта семья Продает Свиней Все Деревни Соседние Вот Может быть Это и одна из причин Почему они мясо Не едят Там 200 дворов Продают Свиней И строят Церковь Церковь Что из себя Представляет Подожди Почему нужно Скидываться Послушай Дальше Построить хижину Еще момент Если Потом Опять Родилось Много свиней И они Все вдруг Вскормились То есть Их не съели Там змеи Они не сдохли Не упали В обрыв Относят В церковь Они строят Вторую церковь Рядом В этой же Деревне То есть Вот мы Много раз Видели А кто там будет Проповедовать Папуас в костюме Так он будет Вдвух Бегать Бегать Да Вот Где вот это Вот мы Эти камни Вытачивали Там Две церкви Новая Старая Это типа Как такой Сарай Длинный Их стараются Украшать Там Окна В виде креста На входе Крест Из бетона Или из кирпича Такое уже Серьезное Строение Построенное Крыша Железная Там Насколько я понимаю Они прям Фанатеют По этой теме У них соревнования Между деревнями У кого круче церковь И у кого их больше Вот где мы набирали воду Тогда нам в канистру Приносили Где два часа идти Там две церкви И вот где вот эти вот Камни вытачивают Там тоже две церкви Это реально В пересчете На доллары Это миллионы долларов За эти деньги Можно было построить Больницы Школы Да Там Не знаю Универ Можно было построить Все что угодно Они строят церкви Просто Если будет много денег Построят много церквей Вот тебе Как атеисту И борьбу с уже наукой Пожалуйста Такая вот Ситуация То есть Вот яркий пример Когда Фанатизм в религии Он действительно вредит Населению Да То есть у них дети Умирают от малярии Потому что нет госпиталя И кстати Этот же мужик Когда мы Последнюю ночь Мы у него ночевали Мы уходили Он пошел строить церковь Не госпиталь А церковь У него дочь умерла От малярии Есть над чем задуматься Это вот Как бы Одна из причин Да Что Почему это все Не годится На самом деле Слушай А лодки вот эти Какой-то там Вы долбили Да Куда они плавают Вообще На этих лодках По речушкам Каким-то По местным Сейчас расскажу В горах Где мы были Плавать вообще Невозможно В принципе Потому что Очень бурные Очень Быстрые речки Там прям Совсем Вот так Все Вот А внизу Вот где городок Этот поселочек Вомена Там уже Речка поспокойней Там есть рыба Кстати в реке Они ловят там рыбу И вот они там На этих лодках Во-первых Не везде есть мост То есть Как переправа Да туда сюда Во-вторых Они возят Мы видели Стройматериалы Песок Щебень Цемент Раствор Груз На долбленках Вот этих Да На долбленках Мы увидели эти долбленки Я как бы их в России Ну уже очень тяжело найти То есть Их немного совсем осталось А там Ну представь Купить лодку Загрузить ее в самолет Везти с Ява Потом на вертолете Везти там Куда-то в горы Это наверное Совсем будет Дорогая лодка Поэтому они делают сами У них остались Эти технологии Мы А вот Это вот Церковь Да Это две церкви Это старая церковь Это новая церковь Вот А если будут еще свиньи Они их продадут У них будет три церкви Да То есть Вот они Мы ходили на молитвы Очень интересно Они Тоже мы прикрутим К передаче Они молятся по-своему У них какие-то народные мотивы В молитвах То есть Да Там прихлопывают Как-то там звуки Какие-то добавляют Очень красиво Но На мой взгляд Слишком много фанатистов То есть Можно было построить Одну церковь Иди тут в больницу Например Хотите вы молиться Ладно Постройте одну церковь Ну да У них чем больше Церквей Тем лучше Терквей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он договорился, попали сообразительные папуасы Кстати, вот яркий пример по поводу интеллекта Мастер сказал Ребята, а зачем я буду вам строить Большую лодку? Чего вы с ней будете делать? Во-первых, её строить несколько дней Вы не успеете снять Во-вторых, давайте построим маленькую лодочку Метр длиной Она же, в принципе, что метр, что Десять метров, технология совершенно одинаковая И вот мы Он с нами заехал, мы поехали за город Там этот мужик приправился на лодке И вот они Одним топором мачете За пару часиков при нас построили лодочку На которой Верона вполне могла Плавать Но, кстати, опять же Они говорят, давайте мы её совсем Вообще вдойдяло доведём А мы с собой не взяли воду И у нас уже начало это безвложивание тиметь в глазах Потому что было очень жарко Действительно, ну как бессилие такое И мы вынуждены были свалить Сказали, всё, нам всё понятно Вот, видишь, это буквально пару часов работы Всё понятно, всё, большое спасибо С нас попросили 30 долларов за работу Мы им отдали Лодку мы забирать не стали с собой Вот Зря Уехали, да Ну а Костя попробовал поплавать Я поплавал на его лодке Вот тоже долблёнка Ну, в принципе, то же самое Только у нас вот такой длины она была Да А вот тоже, видишь, головной убор из перьев У них модно Значит, как мы уезжали из Папуа Вот мы прочувствовали как бы революционное движение Можно сказать, на своей шкуре Мы решили, то есть мы походили 2 недели по деревням Спустились Сняли, как вот эту лодку делают Решили пару дней просто отдохнуть, расслабиться И ещё куда-нибудь сходить Вот И вечером мы поехали в кафешку покушать И смотрим что-то процентов 70 По посёлку Кафешек, магазинчиков Каких-то там конторок Не знаю, что у них там Какие-то маленькие всякие были Много-много всего Всё как-то подзакрыто Почти всё, в общем, в городе закрыто Мы поехали, покушали Позвонили нашему переводчику Говорим, сегодня какой-то праздник? Он говорит, нет Выходной? Нет Религиозный праздник? Нет Окей То есть я уже понял, что что-то в городе происходит Почему? Потому что хозяева всей торговли Азиаты Мусульмане Которые папуасы очень сильно не любят И первое, что будет происходить Если будет восстание Они будут устраивать погромы этих всех лавок Поэтому их всех закрыли Утром мы просыпаемся И видим там вот эту газету Вот Тут Значит, прямо на первой странице На обложке Папуасы Толхой куда-то идут Значит, оказывается Вчера Недалеко от вомены Утром Папуасы вырезали полицейский участок Убили всех полицейских Захватили оружие И туда ввели войска Приказали всем Окружающим деревням Покинуть территорию То есть просто людей выгнали из дома И объявили этих папуасов в розыск Причём там этот Показывали по центральному телевидению Их фотографии Там на каждой фотке Боб Марли С бородатой С дредом В этих шапках Разыскивается 10 бобов Марли Да, разыскивается 10 бобов Марли То есть там фотки Вот Можно брать любого Когда мы увидели эту газету Мы спросили там у кого-то, кто был рядом Что тут написано Они там Ну вот написано, что вводят войска Будут объявлять военное положение Выгнали 804 папуасы из дома Мы поняли, что А, и Через пару часов Отключают в посёлке свет И мы поняли, что следующее Вода, газ Стадия будет какая? Авиасообщение Отключат, то есть прекратят авиасообщение А по-другому уехать невозможно будет? Никак, вообще Поэтому мы прям сразу из гостиниц Вещи быстро схватили В аэропорт Первый рейс И улетели оттуда Вот И действительно на следующий день Там ввели военное положение Авиасообщение прекратили И В тот же день Когда мы вылетели На Бали Началось извержение вулкана И прекратили вообще все авиасообщение То есть мы прям Очень удачно свалили оттуда Вот Но Мы теперь зато понимаем С чем мы столкнёмся в следующий раз Да? Когда ты с нами поедешь Туда? На берег, на Клай Вот Да И мы уже будем готовы технически Вот Значит мы купим мазь от клопов Это самое главное вообще Бутылок для воды Бутылок для воды Мазь для клопов От клопов Вот тёплые вещи И мы уже более удачно поедем Мы сейчас хорошо съездим Мы уже спланировали в принципе Приблизительно наш маршрут следующий Он будет гораздо более сложный Чем этот Это была как бы такая Разведка Разведка Разведка, ознакомительная поездка Там нам придётся Кушать поеду Надо начинать заранее Приучаться Тренироваться Прокиши кисель Покупать кисель Варить его без сахара Потом чтоб постоял Прокис Нет На самом деле подготовка какая Вот если кто-то из зрителей поедет Тёплые вещи обязательно все Вот Дождевики обязательно Потому что дождь ледяной Вообще идёт каждый день вечером Мы ни разу не попали Вот у нас прям Нам очень везло Мы заканчиваем переход Заходим в хижину И начинает фигачить ливень ледяной Просто вообще Вот Обязательно мази от хлопов Все какие есть Вообще надо брать Хлопы просто сжирают Люто Насмерть Вообще Вот И что И Месяца Нет Месяца три побегать Обязательно Я рекомендую всё-таки взять с собой Что-то сладкого Потому что сладкого там нигде нету А она действительно очень необходима У нас мозг привыкший к сладкому Мы заранее взяли Мы знали, что нам ничего там сладкого вообще не попадётся Мы взяли банку нутеллы Потому что мы подумали, что шоколадки, какие-то конфеты Они растают Кто-нибудь их стащит А как бы банка нутеллы Она всегда закрытая, герметичная Очень нам пригодилась Это по-российски Сгущёнка в банках А её пробило А как ты её понесёшь дальше? Она же вытекать будет А нутеллу закручил Тогда сожрать целиком Не, это так нельзя Это сколько над банок с собой нести тогда? Которые так выдавливаются Ты ж неси, там всё сам будешь Всё не вынесешь И если серьёзно, без шуток Полный набор максимальный Всех медикаментов вообще Потому что И сигареты, чтобы им дарить Сигареты, ладно Можно без подарков Но если что-то случится И ты будешь без таблеток Всё Допустим, там отёк какой-нибудь этого горла Как называется? Отёк квинки, да? Не помню Ты умрёшь Тебе никто не поможет Вообще никак, совсем Любые переломы, порезы Всё, ты остаёшься там Пока у тебя нога не срастётся Потому что нести тебя Две недели Не будет никто Вот И мы через нашего вот этого Джона Сейчас узнаём Наиболее дешёвые варианты Как попасть в эти племена Потому что цены выставляют Просто космически А вы как с этим Джоном Контакт поддерживаете? Через Фейсбук Да То есть этот Джон в Фейсбуке Сидит Да, у него в деревне нет сигнала Он приходит в посёлок Болит сигнал, нам отвечает И уходит обратно Поэтому он отвечает Где-то раз в неделю примерно Пишите ему привет Из России Мы ему дадим ссылку на передачу А, да Пусть посмотрит Но надо делать хотя бы английские субтитры Он ничего не поймёт Вот всё это про нашу разведку То есть это была разведка Да, это была разведка Хотелось бы Чтобы приезжали люди Которые где-то были ещё в таких вот местах Мало знакомых Неплохо бы каких-нибудь учёных Чтобы заодно там померить Чего-нибудь Но это надо много народу обмерить Это надо там долго жить Потому что там в деревне В одной 10 человек Я насколько понимаю Измерить 10 человек Ничего не даст Правильно? Ну это надо Станислава Владимировича спросить Надо измерить там пару тысяч Пару тысяч Пару месяцев Я знаю, что его какие-то студентки Из его кафедры антропологии МГУ, биофака Летали куда-то на Папу На Суматру И на Папу Да? И по его заданию Они там что-то мерили И написали какую-то работу Я думаю И получили данные Которых нет ни у кого В некоторых случаях Там даже и небольшая очень группа Если это уникально От учёных нужны Чёткие инструкции Что делать? Мы можем сделать По крайней мере Да Тут и этнографов, например Что фиксировать? Мне Драгушевский написал Что вот этого всего Вот эти вот топоры Мотыги Разжигалки Вот эти все наборы Вот эту разжигалку бы Везите как можно больше Да Но так как это всё Мы несли пешком Ты представляешь Эти стрелы Верона несла неделю Под джунгер Вывозится это без проблем Там на таможне никто не Без проблем Совершенно Но просто это всё Мы вот это всё Реально несли неделю на себе И как бы это вроде кажется мало Но если бы было пять топоров Да То это уже тяжело Даже стрелы как бы таскали Ради науки можно и пострадать Мы пострадали Вот поедешь с нами Мы тебя нагрузим там топорами Всё Будем Украсит нашу экспозицию В биологическом музее Да Он кстати Камень приклеен там Внутри смолой Я думаю Что даже мы его 11 февраля Даже его ввести никуда не надо На форум Учёные против мифов Притащим И будет украшение И наш шедевр Покажите вот галечное Производство Ну и пару Не в смысле на этом На форуме можно показать Что вот люди Которые ничего не умеют Можно что-то натереть Там нормально получается Вот всё Спасибо Да Завидую вам Вот в следующий раз Мы вместе будем рассказывать Про нашу поездку Обязательно Очень надеюсь На сегодня Всё Да Всем пока До новых встреч До новых встреч Спасибо, Костя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok